Все? Добрый день, уважаемые. Мы начинаем наш вебинар, посвященный отбору особо значимого проекта по внедрению на Grand Airfree. Мне бы хотелось бы, вот у нас есть вкладка «Вопросы», плюсиком поставьте «Слышно нас», «Видно нас», чтобы я мог увидеть. Все, вроде все видно, все слышно. Прекрасно. Вчера мы провели семинар, сегодня продолжаем вебинар. Мы подготовили для вас программу. Программа будет состоять из пяти блоков. Коллеги, можно показать, вывести программу на экран. Программа будет содержать из пять блоков, и мы по этим блокам с вами пройдемся. Мы пройдем требования, ключевые требования к заявке, как формировать, какие ключевые позиции нужно отразить, какие были ошибки, которые нужно избежать в этом конкурсном отборе. А также покажем, что мы для вас подготовили. Как вы видите, у нас пять блоков, каждый блок по 30 минут. В каждом блоке будет свой докладчик, это член нашей команды, и вы можете потом по итогам блока задать вопросы, мы на них постараемся ответить. Сегодня, если есть какие-то будут сложные вопросы, и кому-то не хватит времени для того, чтобы эти вопросы задать, у нас есть адрес электронной почты uzpsobaka.ru, куда вы можете свои вопросы направлять, и мы будем их оперативно отрабатывать. Уважаемые коллеги, мы подготовили для вас лендинг и видеоролик, чтобы наше общение было с вами динамичным, предлагаю запустить видеоролик и показать кратко про наш отбор. А после этого я вас ознакомлю с нашей страничкой в сети интернет, и подробно расскажу об этапах проведения отбора, который планируется запустить 12 сентября. Итак, видеоролик, всем внимание на экран. Российский фонд развития информационных технологий предоставляет гранты на реализацию особо значимых проектов для создания российских IT-решений. Для получения гранта необходимо направить запрос на получение доступа в дашборд Координационного центра правительства Российской Федерации, подать заявку на дашборде для включения проекта в перечень ОЗП и приложить необходимые документы, включая портфель проекта, ознакомиться с объявлением и подать заявку на участие в отборе получателей грантов на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки системы электронный бюджет. Получить грант может российское юридическое лицо, не являющееся государственным муниципальным учреждением. Проект должен быть одобрен и согласован для включения в перечень особо значимых проектов решением отраслевого комитета или комитета по развитию ПО. Размер гранта от 10 миллионов до 6 миллиардов рублей. Объем софинансирования проекта за счет средств получателей гранта должен составлять не менее 50%. Решение должно быть не ниже пятого уровня готовности технологий, обладать потенциалом тиражирования и экспортным потенциалом. Срок реализации особо значимого проекта составляет от 6 до 60 месяцев. Подробную информацию, консультацию и инструкцию по оформлению заявки можно найти на официальном сайте фонда. Надеюсь, ролик вам понравился. Переходим к нашему лендингу. Адрес нашего лендинга – ozp.airfree.ru Как вы видели, оно находится до верхнего угла. И открываем лендинг. Да, вот у нас грант ozp.airfree.ru Здесь мы видим название нашего отбора «Гранта на реализацию особо значимых проектов». И сразу же кнопочка «Подать заявку на участие в отборе». Если мы ее, значит, одожмем, мы проваливаемся с вами в систему электронного бюджета. Вот видите, уже есть наименование отбора. И здесь вы видите наши контрольные точки. Это прием заявок, который откроется у нас 12 сентября и закроется до 20 октября. Дальше у нас идет процедура рассмотрения заявок до 14 ноября. Объявление победителей до 9 декабря. И заключение соглашений до 20 декабря. Как видите, сроки все очень выдержаны. У нас есть большой срок на прием заявок более 30 дней. Значит, есть у нас процедура рассмотрения и принятия решений. Они сокращены и оптимизированы так, чтобы вам не пришлось долго ждать. Ну и, соответственно, финал у нас 20 ноября. Дальше мы перечислили ключевые условия. Это требования в отношении участников отбора. Это требования в отношении проекта. Это наши возможности с точки зрения размера гранта, который мы предоставляем и условия, при которых мы предоставляем, а именно софтенсивные не менее 50%. Далее вниз. Вниз. А здесь мы вам приготовили алгоритм действий. Что необходимо сделать, чтобы получить грант? Самое первое, что вам необходимо, это подать заявку на отбор особо значимых проектов. Что такое особо значимые проекты и как туда подать заявку? Кликаем на кнопочку «Портал госуслуг» и переходим по ссылочке. Особо значимые проекты, как вы видите. Прием заявок осуществился, начался с 5 сентября и закончился до 18 сентября в дашборде Крадиционного центра. Алгоритм, как подавать заявки, кто подает заявки, с чем подается заявки. У нас определен порядком формирования предверждения перечня особо значимых проектов. А также контрольный мониторинг их реализации. Очень рекомендую ознакомиться с этими вопросами сразу. Можно в конец опустить. Это самое главное. В конце, вот здесь есть форма документов. То есть к заявке должны быть поданы портфель проекта. В портфель проекта входит презентация, паспорт проекта, техническое задание, графика реализации проекта и план тиражей. А также финансово-экономическое обоснование по форме Минфина. Заполняйте эти документы. И у вас заявка на проект УЗП готова. Возвращаемся к нашему. Так, в первую очередь нужно ознакомиться с порядком подачи заявки. Этот у нас в перечне особо значимых проектов. Кликайте на портал госуслуг. Видите порядок формирования перечня особо значимых проектов. Соответственно, все процедуры, все порядки, как рассматриваются, кто подает заявки, какие критерии оценки, они все там есть. И, соответственно, с ним вы можете ознакомиться и понять всю процедуру. Следующий шаг, который вам нужен после того, как вы ознакомились, вам необходимо подать заявку на предоставление доступа до шпорт в Крадиционного центра правительства. Нажмите, пожалуйста, на этот ссылочку. Вот он, страничка. Вот здесь вы заполняете фамилии, имя, отчество и все необходимые данные и отправляете запрос на получение доступа в дашборд Крадиционного центра. Следующий. Третий этап. После того, как вы получили уже доступ к Крадиционному центру, вы уже те документы, которые я перечислил, а именно портфель проектов, вы грузите в дашборд. И считайте, что ваша заявка подана. Для того, чтобы вам разобраться в тонкостях этого процесса, мы вам выложили сюда еще и памятку пользователя. Откройте, пожалуйста. Да, вот вам памятника пользователя, подача и заявленное включение проекта в перечень особо значимых проектов. Здесь также все подробно рассказано, описано. Ознакомьтесь. Я думаю, что вам этот документ очень пригодится. Верните обратно на лендинг. А теперь переходим к нашему уже теме нашего семинара. После того, как будет направлена заявка на отбор особо значимых проектов, результатом которой станет включение или не включение проекта в перечень ОЗП, вы можете приступить к подготовке второй заявки, которая будет уже подаваться в Российский фонд развития информационных технологий с прицелом на получение гранта. То есть заявка, которая подается в AirFit, она заканчивается либо получением, либо не получением гранта, в зависимости от того, какая качественная заявка, какое будет принято решение, визитимый прав комиссии по цифровому развитию. Значит, с нашей стороны мы также вам разместили кнопку «Подать заявку на участие в отборе». Под ней, если вы видите ссылку на инструкцию, можно инструкцию открыть. В ней мы подробно расписали весь алгоритм действий с примерами по заполнению документов, каким образом, какие действия нужно совершить для того, чтобы заявку нам направить. Более того, значит, с 12 сентября, как только откроется наш отбор, вы сможете в формате черновика уже свою заявку заполнять. И как только будет решение отраслевого комитета о включении вашего проекта в перечень ОЗП, вы будете знать их реквизиты. С этого момента вы добавляете просто в вашу заявку реквизиты, нажимаете кнопочку «Отправить», и заявка поступит, значит, на рассмотрение в фонд. Верните на лентинг, да. Соответственно, следующую историю, я уже вам показывал, контрольные точки идет рассмотрение заявок. До 9 декабря должно состояться решение президиума прав комиссии по утверждению перечня особо значимых проектов. Как только перечень будет утвержден, он поступит к нам в фонд, и мы уже на основании этого перечня будем подводить итоги, то есть пункт 6. Будем подводить итоги и определять победителей гранта, победителей тех, кто получит грант. Соответственно, после того, как определены будут победители, у нас следующим этапом должно быть заключение договора соглашения. На все про все. У нас не так много времени. С 12 сентября стартует прием заявок. С 20 декабря мы должны уже выйти на заключение договоров. Далее мы запланировали семинар. Семинар уже провели вчера. Сегодня проведем вебинар. Все у нас сегодня могут участвовать, послушать и получить ответы на свои вопросы. Еще у нас есть почта от ОЗП собакайрфри.ру, куда вы можете направлять свои письма, и мы с вами готовы будем на них оперативно отвечать. И есть телефон, по которому вы тоже можете позвонить и получить консультацию. Теперь я хочу предоставить слово своим коллегам, которые готовы каждому по своему блогу рассказать. Первым словом хочу предоставить директору департамента грантов финансирования, директору департамента грантов финансирования. Спасибо, Филиппович. Коллеги, добрый день. Сразу хочу ответить на вопрос, который нам задали в чате по поводу, будет ли идти видеозапись нашего вебинара. Да, она будет идти и будет сохранена как раз в обкладке под семинарами и вебинарами для того, чтобы вы могли просмотреть видеозапись в части тех вопросов, которые вам необходимо будет освежить. В первую очередь хотела бы начать все-таки наш вебинар продолжить именно в части четвертого шага, когда мы будем говорить о подачи заявки на участие в отборе и об инструкции по заполнению заявки. Для чего нужна инструкция? Инструкция нужна для того, чтобы заполнить заявку, которая уже сформирована в системе электронный бюджет. Поэтому давайте сначала с вами увидим, что из себя представляет электронный бюджет и что из себя представляет наша конкурсная документация. Конкурсная документация наша, она в формате объявления в системе электронный бюджет. Значит, ознакомиться с ней можно уже сейчас, но подать заявку можно будет завтра, 6 дня, с 12 ночи, переход с 11 на 12. Значит, для того, чтобы получить более подробную информацию, мы нажимаем на кнопку «Подробная информация» и проваливаемся с вами в наше объявление. Это, в принципе, наша конкурсная документация. Значит, общая информация об отборе размещена в первом разделе. Здесь у нас указаны и ключевые даты. Это прием заявок, рассмотрение заявок, оценка заявок, объявление победителей и заключение соглашения. Результаты предоставления гранта. У нас 5 основных результатов. Предоставлена подробная информация о порядке проведения отбора в данных разделах. Приложена документация по отбору, которая регламентирует все наши процедуры. Это наш первый блок. Второй блок – распределение средств. Это порядка 5 миллиардов, которые будут распределяться. Сумма софинансирования должна быть не менее 50% от стоимости проекта. Количество победителей у нас не установлено. Прием заявок. Каким образом будет проходить процедура приема заявок, указанная в данном разделе, вы можете с ней ознакомиться более подробно уже после вебинара. Представлен полный перечень документов, которые необходимо будет представить в рамках формирования заявки. Здесь, кстати, есть в том числе и вариативные моменты. Коллеги сегодня в течение нашего вебинара вам расскажут более подробно об этом блоке. Также порядок подачи заявок, в каком формате и как необходимо предоставлять заявку, какой подписью необходимо ее подписывать. Порядок отзыва заявок. У нас в ходе отбора в том числе предусмотрена и доработка заявок в процессе рассмотрения заявок. Эту информацию вы увидите в разделе «Прием заявок». «Рассмотрение заявок». Здесь, в этом разделе, прошу быть внимательными при изучении данного раздела, указаны требования к участникам отбора. Их у нас 25. Основная часть этих требований проверяется автоматически в системе электронный бюджет. Порядок рассмотрения заявок указан, порядок отклонения. Дальше оценка заявок. В данном разделе вы сможете ознакомиться с критериями и методикой проведения оценки. Наводите на каждый критерий и видите расшифровку того, каким образом оцениваются проекты. Критериев у нас 11. Дополнительная информация. В блоке «Дополнительная информация» представлены требования к проекту. Просим также уделить особое внимание данному блоку для того, чтобы ознакомиться, каким критериям должен соответствовать проект участника отбора. Детально об этих требованиях мы сегодня с вами также проговорим. В разделе «Объявления и протоколы» будут размещаться протоколы, которые будут подписаны и утверждены комиссией в ходе проведения отбора. Заявку вы сможете увидеть с завтрашнего дня. Переходим к инструкции. Итак, для чего нам нужна инструкция? Инструкция – это некий справочник, настольный справочник участника отбора для того, чтобы было удобно заполнить, легко и удобно заполнить саму заявку участника отбора. Он у нас состоит из нескольких разделов. Первый раздел – это формирование заявки, в котором мы рассказываем, каким образом можно попасть на портал оказания мер финансовой и государственной поддержки, какими способами туда можно попасть. Можете изучить и посмотреть пошагово. Если вдруг у вас окажутся какие-то проблемы технические по входу на портал, предлагаем вам обратиться или в техподдержку самого портала, мы вам контактные данные в инструкции указали, или, соответственно, сможете обратиться к нам, к нашим операторам, которые вам покажут навигацию, как это можно сделать. Ну, по сути, можно зайти напрямую через портал, единый портал электронной системы электронного бюджета, или можно войти через портал госуслуг, или можно войти напрямую через promotebudget.gov. Далее хочу обратить ваше внимание на разделы, которые у нас есть. Раздел о проекте, заявитель, план, бюджет, требования к участнику, данные получателя, приложения – это разделы нашей заявки. Мы именно в той последовательности, в которой у нас сформирована в электронном бюджете заявка, сформировали инструкцию. Для вас, для того, чтобы было удобно и эффективно заполнить заявку, мы разработали и инструкцию, и соответствующие сделали аналогичные подсказки в форме заявки в электронном бюджете, чтобы вам не приходилось работать с несколькими документами одновременно. Как у нас построена инструкция? Давайте посмотрим на примере о проекте. Раздел о проекте. Мы показали пошаговый алгоритм того, каким образом необходимо заполнять заявку. Как выглядит строка в электронном бюджете? В какой строке? Если мы говорим, что это раздел о проекте, в строке наименования проекта, укажите наименование проекта согласно паспорту проекта, размещенному на интерактивной аналитической панели, это значит дашборды. Соответственно, в таком же формате мы вам показали заполнение каждой статьи, каждого веб-интерфейса формы заявки в системе электронный бюджет, для того, чтобы вы сразу могли с первого раза корректно заполнить свою заявку. Дальше. Мы для вас подготовили в том числе приложение к инструкции. Это рекомендации по тому, каким образом необходимо подготовить тот перечень документов, который у вас будет входить в состав заявки. И кроме этого, подготовили вам пример заполнения заявки. Входим с вами в список приложений, как будет выглядеть заполненная заявка участников отбора. Значит, мы взяли, мы разработали для вас пример на примере компании ОУРа Машка. Заполнили заявку, чтобы вы визуально могли увидеть, что необходимо включить в заявку, в каком формате, с какими приложениями. Также мы для вас разработали чек-лист самопроверки для того, чтобы вам было удобно проверить себя, прежде чем отжать кнопку «Направить заявку», чтобы вы могли свериться, все ли документы вами приложены к заявке. Также у нас, помимо этого, самые сложные, в частности, скажем, финансовые документы, которые требуют своего, своей подготовки и приложения к заявке, мы также заполнили в виде примерных форм. И сегодня наши коллеги вам подробно расскажут о тех особенностях, на которые нужно обратить внимание в ходе разработки и формирования этих документов. Это, коллеги, кратко о том, что такое инструкция и как с ней работать. Если будут возникать вопросы, вы можете к нам обращаться по номерам телефонов, которые у нас указаны на сайте, и наши операторы, наши коллеги, или на электронный адрес направляются запросы, наши коллеги оперативно будут их обрабатывать и отвечать на ваши вопросы. Так, это все в части работы с инструкцией и с порталом. И слово предоставляю нашим коллегам Екатерине Лариной и Наталье Суцкой, которые нам расскажут о требованиях к участникам отбора и какие документы необходимо предоставлять в случае необходимости по подтверждению данных требований. Спасибо. Чек самопроверки. Да, чек самопроверки. Спасибо. Добрый день. Сегодня мы будем рассматривать чек самопроверки. Начнем с первого пункта. Согласие на выполнение требований федерального закона, му-152 ФЗ. Для этого мы должны поставить согласие, подписанное руководителем организации или лицом полномочным, и загрузить в формате PDF в состав заявки. Выписка из ЕГРЮ по пункту 2 формируется автоматически, ее предоставлять дополнительно не требуется. По пункту 3. Копия устава участника отбора, действующая на дату подачи заявки редакции, ДНК на нового органа о регистрации, заверенной полномочным лицом участника отбора. Требуется представить заверенную копию. Если уставка мегастраничный, соответственно, заверяется в конце нашивки, в начале устава распечатывается отметка нового органа, сшивается и заверяется либо руководителем организации, либо полномочным лицом. В случае заверения полномочным лицом также вместе с уставом должна быть предоставлена доверенность. По пункту 4. Представление документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени участника отбора. Представляется документ, подтверждающий исправить издаличного органа управления, например, решение общего собрания или решение единственного учредителя о избрании или назначении органа управления, руководителя организации. В случае, если полномочия издаличного органа управления передана управляющей организацией компании, предоставляется протокол, соответствующий о передаче таких полномочий, договор о передаче полномочий и протокол об избрании единоречного органа непосредственно самой управляющей организации и копия устава, заверенная этой управляющей организацией. Далее, доверенность на право взаимодействия с оператором в рамках отбора от имени участника отбора. Сразу скажу, что доверенности можно не представлять по каждому полномочию, можно объединить эти полномочия в одной доверенности, это будет достаточное удовлетворение нашим требованиям. Доверенность, подтверждающая полномочия лица о полномочии на подписании договора, представляется в случае, если подписание договора о представлении гранта будет осуществляться не лицом, являющимся личным органом управления. Если подписывать будет руководитель организации, то доверенность не требуется. Далее, документ об избрании коллегиального исполнительного органа, действующего от имени участника отбора с указанием ННС всех членов коллегиального исполнительного органа. Представляется выписка из протокола, либо решение полномочного органа участника отбора об избрании коллегиального исполнительного органа. Отдельно в формате странки в свободной форме представляется список всех членов коллегиального органа с указанием ИКФИУ и ННС. Далее. Документ о назначении главного бухгалтера. Представляется приказ о назначении главного бухгалтера. В случае отсутствия должности главного бухгалтера предоставить следствующую справку. По пункту 9. Документ, подтверждающий полномочия главного бухгалтера с указанием или главного бухгалтера. Представляется либо трудовой договор, либо справка в свободной форме с указанием полномочия главного бухгалтера, подписанная руководителем организации. Справка может предоставляться в свободной форме. Далее. Информационная карта участника отбора. Заверенная подписью у полномочия лица и печать организации на дате подачи заявки с указанием ФИО главного бухгалтера, участника отбора. Так называемая карта организации также предоставляется. По пункту 11. Выписка из реестра акционера подбора. В случае, если участник отбора является акционерным обществом на дату подачи заявки, прошу обратить внимание, с указанием акционеров юридических лиц, их ННН. Если акционер является иностранным юридическим лицом, наименование юридического лица и страны не регистрация. По пункту 12. Требуется также представить документы, подтверждающие ситуации публичных акционерных обществ, в том числе со статусом международной компании, обращаясь на организованных торгах в Российской Федерации. По пункту 26. Сразу скажу это, что касается устава разработчика и устава правообладателя. Аналогичное требование, за исключением того, что устав представляется просто с ответ к налоговому органу. Его заверения не требуется. Просто достаточно предоставить соответствующие подходы устава. Продолжите. Добрый день, коллеги. Теперь перейдем к бухгалтерским документам. Пункт 13. Необходимо будет представить бухгалтерский баланс приложений, включая отчет о финансовых результатах. Бухгалтерский баланс предоставляется с приложениями за три года предшествующих годов подачи заявки, обязательно с отметкой налогового органа. То есть мы предоставляем бухгалтерский баланс за 21, 22, 23 годы. Далее, 14 пункт. Расшифровка статьи баланса по дебиторской и кредиторской задолженности с указанием срока возникновения данной задолженности. Здесь предоставляется развернутая предиторская и дебиторская задолженность. Берите пример, как вы это делаете из пояснительной записки в балансу. Значит, данные справки нам нужны будут за текущий финансовый год и предшествующий год, то есть за 24 и 23 год. Далее, карточка счета 86, целевое финансирование. Ну, а формируется карточка автоматически в программе 1С. Здесь также нам нужна будет данная карточка за текущий финансовый год и предшествующий. Анализ счета 86, целевое финансирование. Также документ формируется из 1С, предоставляется за 23 год и за 24. Оборотно-сайдовая ведомость по счету 86, целевое финансирование. Также предоставляется за текущий финансовый год и календарный год, предшествующий году подачи заявки. Убедительная просьба, конечно, не скрывайте, там все не делайте их свернутыми, делайте лучше максимально развернутыми, чтобы у нас было меньше вопросов. И мы видели, что данная субсидия, на которую вы претендуете, на грант, что у вас уже нет дублирования и нет похожих субсидий, похожих субсидий на данный проект. Карточка счета 76, расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Также предоставляется за текущий финансовый год и предшествующий году подачи заявки. Справка налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов на дату подачи. Справка формируется, можно сформировать, подать ее запрос через 1С, либо в личном кабинете на сайте ФНС. Справка налогового органа о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальда. Также формируется в личном кабинете налогоплательщика или через 1С. Справки, перейдем к справкам об отсутствии дисквалификации. Значит, справка об отсутствии дисквалификации сведений о руководителе участника отбора. Видите, что на самом деле, если будет заведен руководитель, возможно, система проверит автоматически, у вас загорится зеленый шар, и данную справку не нужно будет предоставлять. Если же шар загорелся красный, то справка понадобится. Справка об отсутствии сведений о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа. Справка об отсутствии сведений о дисквалификации главного бухгалтера. И справка об отсутствии сведений о дисквалификации лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа. Везде есть пометка, что, возможно, данная проверка пройдет автоматически, и справки тогда не нужно будет предоставлять. Обращайте на это внимание, какой шар в электронном бюджете у вас загорится при заполнении заявки. Так, и также пункт 25 – это банковская гарантия или договор поручительства. Банковская гарантия предоставляется в том случае, когда у нас совокупная выручка участника отбора за 3 года составляет менее 30% от суммы гранта. Если такое будет, и вам потребуются данные банковской гарантии или договор поручительства, ниже перечислены все документы, которые необходимо будет приложить. На практике по проектам по внедрению такого не было. Ну, все равно обращайте на это внимание. Так, на этом все. Спасибо. Коллеги, хотела еще дополнить. Документы в отношении разработчиков и правообладателей, они одинаковы. В случае, если разработчик и правообладателей одно лицо, можно представить один пакет документов, выбирать, нет необходимости. Что касается устава разработчика, я уже сказала, представляется устав с отметкой налогового органа. В случае изменений, внесенных в устав, представляется устав со всеми изменениями. Также аналогично выписка из реестра акционер, как было уже сказано, в отношении участника отбора, также представляется в случае, если разработчик является акционерным обществом различного типа. Я хотела бы отдельно схитировать внимание на решение органов управления. Прошу открыть. Положение. У нас разработан образец. Понятно, что корпоративные процедуры у каждой организации свои, но мы бы очень хотели видеть, чтобы участники отбора нам помимо документов, которые я уже сказала, представляли следующие документы. Это решение. Можно управлять как одним документом, можно отдельными решениями. Решение должно быть представлено от органов управления, участников отбора. В зависимости от того, что указано в уставе, это может быть либо правление, либо совет директоров, либо общее собрание. Необходимо выставить, что в соответствующей полномочии есть органы управления и получить соответствующее решение. В решении необходимо указать, что участник отбора принимает участие в отборе и реализует проект с указанием полного наименования в соответствии с заявкой. Далее необходимо указать общую стоимость проекта, включая средства гранта с указанием их стоимости и процентного соотношения и сумму софинансирования. Далее по пункту 2 требуется указать период реализации проекта. По пункту 3 в случае привлечения собственных средств необходимо одобрение, выделение финансирования на реализацию проекта за счет собственных средств с указанием соответствующей суммы. По пункту 4 и по пункту 5. По пункту 4 требуется решение об одобрении сделки по заключению договора с Российским фоном развития информационных технологий. Также в случае, если требуется подобное одобрение, указывается в пункт, который указан в федеральном законе и в уставе. В случае, если одобрение сделки не требуется, представляет соответствующая справка с пояснениями. По пункту 5. В случае, если привлекаются заемные средства, требуется решение о привлечении софинансирования, указывается юридическое лицо, которое является лицом предстоящего финансирования. Также указывается пункт устава и указывается полное наименование сторон сделки, общая сумма, которая является суммой софинансирования по проекту. Очень важно, чтобы эти решения были своевременно подготовлены, потому что это составная часть документов, которые представляются совместной заявкой. Впоследствии их представление невозможно, поэтому хотелось бы, чтобы все участники понимали, что на корпоративные процедуры, на получение решения, требуется некое количество времени, и они закладывали и пытались его сделать ослабленным. Спасибо. Спасибо, коллеги. Позвольте предоставить слово Вячеславу Жирову. Он нам расскажет сегодня о требованиях к проекту. Открываем требования к нашему проекту, которые мы видим с вами на портале. Подробная информация. Дополнительная информация. Наши требования по проекту. Пожалуйста, Вячеслав. Да, коллеги, доброго дня. Надеюсь, информация о сегодняшнем вебинаре в целом будет вам очень полезен, разъяснит какие-то повисшие в воздухе вопросы. По итогам вчерашнего мероприятия возникло некоторое количество вопросов, касающихся того, кто может быть признан особо значимым проектом. Многие путают особо значимый проект и расценивают это как автоматическую визу в RFREIT на получение гранта. Здесь немножко хотелось бы развеять сомнения, потому что вы сначала становитесь, как было сказано, коллегами перед этим особо значимым проектом, признаетесь, впадаете в протокол проектной комиссии. Это можно делать как по линии ЦК, так и линии ЦКР. Но когда вы приходите за грантом в RFREIT, здесь вы выступаете в роли заказчика, который присутствует в связке с разработчиками в перечне особо значимых проектов. Просто и сегодня поступали звонки, и вчера поступали вопросы после мероприятия касаемо этого. Когда разработчик задает вопрос, может ли он подаваться на гранты RFREIT, ответ при наличии заказчика, заказчик с этим разработчиком в паре, будучи в перечне правительственной комиссии, перечне особо значимых проектов, может подаваться на гранты RFREIT. Заказчик. Это важно, потому что создается путаница, кто в ОЗП, кто идет на гранты. Итак, сегодня хотелось бы обсудить эту тему, то есть требования к участникам конкурсного отборного предоставления гранта RFREIT для особо значимых проектов. Важным аспектом является, как было сказано выше, объем софинансирования проекта. Он должен составлять 50% от смет реализации проекта, причем на каждом этапе. Средства должны предоставляться исключительно российскими юридическими лицами, финансирования, возможно, как за счет собственных, так и за счет кредитных средств якорного заказчика. Проект должен стоять минимум из двух этапов, каждой длительностью от 3 до 9 месяцев. Они не должны прерываться, не должны накладываться друг на друга, то есть в каждом этапе включаются мероприятия и результаты этих мероприятий от даты до даты. То есть этап заканчивается, вы отчитываетесь результатами проведенной работы, отчитываетесь своими затратами, отчитываетесь с сутевой частью, что вы сделали, и отчитываетесь экспертизой. Финансирование каждого этапа должно быть рассмотрено на соответствующей смете, быть сквозными во всех документах, не должно быть разночтений. Потому что такие проблемы были, в фейл одна история, в смете другая, в паспорте проект написано третий, смотрите, при заполнении будете очень внимательны. Проект должен начинаться не ранее начала финансового года, в котором было принято решение о признании участника конкурса победителем и не позднее, чем через 6 месяцев после подачи заявки. Предполагается, что у вас проект на низком старте, либо начался в этом году, и для возмещения средств, соответственно, при наличии раздельного учета, вам коллеги объяснят, как это будет проходить. Срок реализации проекта составляет от 6 до 60 месяцев. Сроки должны быть реалистичными, они не должны быть завышенными, когда достаточно недорогой, компактный проект, где доля внедрения велика и на разработку тратится немного меньше, прописывают, перестраховываются на 5 лет. То есть, конечно же, верхний порог – это 5 лет, но эксперты будут внимательно смотреть на состав работ, на сложность этих работ и выносить адекватные решения по поводу того, насколько реалистично приведены данные. Опять же, в портфеле проекта нужно большое внимание, как было сказано выше, уделить финансово-экономическому обоснованию. Оно должно быть, опять же, прозрачным, биться со сметой, биться со всеми остальными документами по проекту. Внимательно при заполнении не сломайте формулы в шаблоне, которые прописаны. Смотрите, как калькулируются финальные суммы, они не должны разниться с теми итоговыми цифрами, которые вы прописываете в заявке. Проект должен соответствовать ключевым параметам на сперечне особо значимых проектов, за исключением сроков реализации общей стоимости, которые могут в меньшую сторону изменяться. То есть вы можете проект реализовать, условно говоря, в кавычках дешевле, быстрее, но по остальным аспектам все должно полностью длиться. То есть увеличение стоимости, увеличение сроков реализации, такие различия сперечного особо значимых проектов не допускаются. Проект должен обеспечивать доработку, это важно, и внедрение решения в промышленную эксплуатацию, потому что если вы приходите и называете коробочную версию, которая уже подается на рынке, существует, говорите, что это очень важно всем и нужно, но, пожалуйста, просим на рынок за свой счет реализовывать, внедрять государству необходимые проекты, которых сейчас нет, которыми нужно срочно замещать ушедшие с рынка зарубежные решения для решения тактических, стратегических задач государства, промышленности и сферы экономики. На входе уровень готовности технологии решения должен быть не ниже пятого, причем это в этом году смягченное такое условие, ранее это было ниже седьмого. Проект должен, решение IT-решения должно быть уже испытано в условиях, приближенных к реальным, то есть это не просто MVP, это такой MVP с плюсиком, который после работы, как описано в вашем техническом задании, может обеспечить на выходе, на возвышении проекта уровень готовности 9. Здесь без вариантов, это как бы солевое значение вашего проекта, обязательно абсолютно для всех решений, потому что на выходе мы от вас ждем решения, которые можно с легкостью масштабировать, тиражировать дальше, либо в вашей отрасли, либо в иных отраслях. Решение также должно быть по итогу, по итогу завершения проекта, включено решение Регистра российских программ радиоэлектронной продукции, то есть оно пройдет дополнительную проверку у всеми инстанциями на то, что это действительно российский продукт. Далее, исключительные права. Решение должно принадлежать разработчику, то есть права на решение должны принадлежать именно разработчику в течение трех лет с окончания последнего этапа проекта. Согласно порядку УЗП. Согласно порядку УЗП. Да, согласно нашей конкурсной документации, решение в течение трех лет не должно принадлежать заказчику. Да, заказчику, именно участнику. То есть для чего это делается? Чтобы не было некого сговора и решение не было, так сказать, кастомизированным, не было такой инхаус-разработкой для одного предприятия. Опять же, для того, чтобы дальше разработчик либо правообладатель могли далее тиражировать, расти как IT-компания на славу нашей чудесной экономики. В основном капитали российских юридических лиц, привлекаемых к реализации проекта, не должно быть прямого участия офшорных компаний и доля посвенного участия не должна превышать 25%. Решение должно обладать подтвержденным потенциалом тиражирования и экспортным потенциалом. Такую домашнюю работу должен провести заявитель, предоставив, предположив теоретическое, например, количество лицензий, которые нужны отрасли, проработать этот вопрос с представителями отрасли, возможно, внутри ЦК, возможно, не только внутри ЦК, с предприятиями, и предоставить письма о намерениях, о готовности внедрять это решение в таком виде, в заявленном на других предприятиях. Экспортный потенциал также рассчитывается. Какие-то разработчики уже идут какими-то базовыми ядерными решениями за рубеж, обещают дорабатывать модули, выводить это на экспорт и тоже могут быть подкованы определенными письмами о намерениях, либо просто просчитать какие-то базовые цифры в каких-то планах и есть такой объем рынка, какой объем заявителю, заказчику компании, которые могут у себя внедрить это решение. Еще важный момент. Разработчик решения не должен являться аффилированным лицом участника отбора. То есть заказчик и разработчик не аффилированы. Это делается для прозрачности, опять-таки для того, чтобы деньги не перекладывались из кармана в карман, для того, чтобы не вела синхаус-разработка, а был интерес у разработчиков расти вне этого заказчика в сторону других отраслей, в сторону других игроков рынка. Также существует стоит отметить, что существует приоритетное направление замещения зарубежных отраслевых решений. Это исследование на постоянной основе проводит Ановский и выявлена определенная группа классов программного обеспечения, которые наиболее интересные сейчас для поддержки. Вы можете по ссылкам ознакомиться. В основном это промышленно тяжелое ПО для решения производственных задач, для задач промышленности, для исследовательских задач. Прошу вас ознакомиться самостоятельно. Списк достаточно широкий и не вижу большого смысла сейчас его здесь озвучивать. В целом у меня все. Если позже будут вопросы, рад ответить на них. Вячеслав, спасибо большое. Уважаемые участники вебинара, хочу обратить внимание, что мы видим ваши вопросы и мы уделим отдельно время по всем вашим вопросам по итогам сессии наших спикеров. Возможно, в ходе вебинара, в ходе выступления наших спикеров у вас могут сняться некоторые вопросы, поэтому в финале у вас будет возможность получить ответы на все ваши вопросы. Спасибо большое. Слово предоставляется Ольге Блиновой по требованиям к формированию светы. Хорошо, Ольга. Да, добрый день, коллеги. Единственное, можно я начну сначала с календарного плана. Да, конечно, конечно. Смотрите, у нас Ольга Блинова рассказывает про три блока. Это требования к формированию сметы, требования к формированию календарного плана и достижения результатов реализации проекта. Тогда, Ольга, в полное ваше распоряжение вы нам даете отмашку, по каким файлам работаем. Да, коллеги, значит, первое, что хочу сказать, значит, календарный план смета и плановые показатели, то есть теперь они у нас называются результаты предоставления гранта, все между собой взаимосвязаны. В ходе своего выступления я буду делать акцент, где конкретно идет эта связь. Прошу вас обращать на это внимание, потому что при подготовке этих трех документов, которые будут в составе самого соглашения, вам это поможет, ну, избежать каких-то неточностей. Также буду делать акцент на предыдущие ошибки, которые были совершены, ну, в избежании совершения этих ошибок вами. Итак, первый документ, с которого мы начнем, это календарный план. Это первый документ, который у нас также будет идти как в составе заявки, так и в составе самого договора. То есть сейчас на экране выведен он у нас, да? Пример, да, на экране выведен пример, который приложен к инструкции. Да, здесь выведен пример, то есть вы можете с каждым примером ознакомиться, прочитать, посмотреть, насколько вам подходит или не подходит. Он общего характера и, конечно, скорее всего, календарные планы как смехи и показатели будут у всех разные, но вам это поможет при проработке вашего документа. Итак, сейчас вы видите календарный план. Календарный план у нас состоит из нескольких блоков. Первый блок это описание решения. Второй блок это перечень документов. Также остановимся и посмотрим, что это за перечень документов. И уже непосредственно сам календарный план, то есть мероприятие и описание. Вернемся к пункту 1. Описание решения, внедрение которого осуществляется в рамках реализации проекта. На этот пункт нужно обратить основное внимание, потому что здесь должно быть указано первое, наименование решения, которое будет внедрено на ваше предприятие. Также указать, является ли решение простым или составным. Для составного решения обязательно выписать ключевые компоненты этого составного решения. При описании составного решения сначала указать ключевые компоненты, и если есть какие-то не ключевые компоненты дополнительно, их также надо описать. То есть при описании составного решения необходимо полностью описать, из чего оно состоит. Здесь необходимо расписать наименование компонента, его характеристики, то есть ключевой, не ключевой. Как я сказала, ключевой вынести лучше на первый уровень. И описание самого компонента и перечень основных функциональных возможностей. Функциональных возможностей может быть очень много. Вам рекомендую здесь обратить внимание на самое основное, для чего этот ключевой компонент нужен, какие задачи он решает и, в частности, какие задачи он будет решать уже непосредственно у заказчика при внедрении, у кратополучателя. Также дальше, ниже, если мы спустимся, после описания решения, то есть если оно составное описано полностью, если оно не составное, а простое решение, мы просто даем описание этого простого решения и его функциональность. Дальше нужно обязательно указать, будет ли решение внедрено в промышленную эксплуатацию и где непосредственно оно будет осуществлять внедрение. То есть здесь описать бизнес-процессы, в которых будет это решение непосредственно внедрено. Это обязательный блокинг описания. При отсутствии одного из них календарный план будет отправлен на доработку и будет здесь, соответственно, дано замечание. Дальше. Ниже мы уже описываем, в каких бизнес-процессах будет производиться непосредственное решение, внедрение его будет осуществлено. И здесь же нужно указать, какую новую функциональность в рамках этого проекта будет это решение давать. То есть у вас идет не просто внедрение решения, а у вас идет внедрение решения через доработку. И вот эта доработка, вот этот кусочек, который будет вновь создан под какого-то грантополучателя, под его какие-то бизнес-процессы, необходимо обязательно указать. Это прям вот совсем основное, потому что чаще всего либо не указывают, либо указывают расплывчато, непонятно, где осуществляется внедрение, что конкретно будет нового, вот это вот дельтами, что было-стало, ее, как правило, не указывают. Здесь обязательно она должна быть. Дальше. Это что касается самого описания решения, какое оно есть, какое будет и где будет непосредственно внедрено. Дальше переходим ко второму разделу, где у нас уже идет детальный перечень мероприятий и в каких документах он изложен. Здесь приведены четыре основополагающих документа. Это техническое задание, которое содержит именно доработку или разработку каких-то отдельных частей, которые будут вновь созданы, и внедрение. Оно сейчас одно, поэтому оно у вас будет, скорее всего, одно, с отдельными разделами на доработку, разработку и отдельно на внедрение какой-то из разделов. Дальше. Архитектура внедряемого решения, то, как она сейчас выглядит, функциональные требования, спецификации требований к самому решению, план тестирования и испытаний, соответственно, которые уже впоследствии будут применяться после внедрения этого решения. Обращаю ваше внимание, что вот эти четыре документа, это документы основополагающие. То есть они обязательно должны быть. Вам здесь не нужно ничего придумывать, взять за основу эти документы, в принципе, их разработать, доработать под ваш проект. Обязательно указание этих документов, номер, дату этих документов и кем они утверждены либо согласованы с двух сторон. С одной стороны, то есть оно может быть разработано и утверждено непосредственно заказчиком, генеральным директором какой-то компании, либо утверждено и согласовано с непосредственно заказчиком и уже с разработчиком, которые будут принимать в проекте определенные виды работы, именно доработку, разработку, или чьи решения будут внедряться. То есть вот здесь приведет перечень, придумывать ничего не нужно, рекомендую вам взять его за основу. По формату, по содержанию, сколько листов должно быть, каких-то требований нет, но при подготовке этих документов они должны быть ясно изложены, понятно, структурировано, по шагам, соответственно, как у вас будет непосредственно идти уже сама разработка, доработка и внедрение. Обращаю внимание на техническое задание, потому что техническое задание пересекается уже непосредственно с календарным планом, с пунктом 3, к которому мы сейчас перейдем. Вот техническое задание должно иметь отражение в этом документе. Поэтому при подготовке, если оно у вас еще не готово, обратите внимание, что все мероприятия календарного плана должны будут именно пересекаться с техническим заданием. Прошу чуть ниже опустить. Сейчас мы переходим к третьему разделу, к основному разделу, по которому вы будете работать, по которому вы будете сдавать отчетность, по которому вы будете отчитываться. Как я уже сказала, что техническое задание, оно у вас будет пересекаться с календарным планом, и обратите внимание на, значит, колонку 2, описание мероприятий. Вот это описание мероприятий, оно у вас должно пересекаться с техническим заданием. В данном случае у вас идет этапность. Каждый этап, как уже говорили коллеги, не менее трех месяцев, не больше девяти месяцев, пересекаться они не должны, они должны быть последовательны. Один 31 авгу, например, закончился, второй 1 сентября уже начался. Вот, поэтому, исходя из этого, структура календарного плана должна быть такая. Здесь появляется наименование конкретного этапа, то есть здесь вы должны для себя определить структуру, какие-то определенные виды работ, разделить их на ход этапа и в общем смысле их, так скажем, назвать. То есть у вас этап, либо подготовительные этапы, либо этап уже непосредственной для работки и разработки, либо этап опытной эксплуатации, либо этап внедрения. Но обращаю внимание, что все виды работ и этапы должны быть последовательны, как они идут друг за другом. Значит, в описании мероприятий должны быть виды работ, которые будут четко, понятно, структурированно давать понятие, на что этот этап направлен. В данном случае, в виде примера, вам привели подготовительные работы, то есть у вас здесь идет согласование, подписание договора, формируется рабочая группа, если у вас будет как у заказчика привлекаться свои собственные сотрудники. Дальше здесь же у вас согласуется устав проекта, план графика, дальнейшие действия и так далее. Обращаю ваше внимание, что значит при подготовке и согласовании договора, если на текущий момент времени, например, у вас сейчас идет стадия согласования этого договора, все работы договора должны соответствовать календарному плану. В случае, если вы по договору платите деньги, которые в календарном плане не заложены, в смете не заложено, об этом также при рассказе про смету тоже скажу, то эти работы будут считаться неработными по проекту, и денежные средства по ним платиться не будут. Поэтому при подготовке договора обратите внимание на свое техническое задание, календарный план, который вы сейчас делаете в составе конкурсной документации и, соответственно, сметы. Вот эти четыре документа, они у вас должны между собой пересекаться и иметь общую логику. Ну, рекомендую вам работы, те, которые вы закладываете, также их и в базовой договоре, ну, как минимум, в вашем техническом задании. Итак, при описании мероприятий здесь указывается четкая последовательность структуры работ, которая выполняется в рамках конкретного этапа. Соответственно, накладывается это на техническое задание и на условия договора. В результате, в колонке 3, вы здесь описываете результат, который должен быть получен на основании какого-то мероприятия, которое вы закладываете. С учетом того, что работы, которые вы заложили в календарный план, должны быть отражены в техническом задании, то в результате также указываете, сделано, подписано, какие-то работы выполнены в соответствии с пунктами технического задания такого-то. Вот здесь вам рекомендую в результате, когда уже будет, например, второй, третий и четвертый этап, уже именно этапы разработки, доработки, внедрения, делать ссылки на пункты технического задания. Так просто более легче будет понять, что все работы, которые вы запланировали в календарном плане, они действительно есть в техническом задании. Для вас это будет, так скажем, самопроверка, потому что чаще всего, когда не указывают ссылки на мероприятие, техническое задание может не совпадать с какими-то работами календарного плана, либо идет рассогласование двух документов. Такое тоже бывало, поэтому это все уходит на доработку, и календарный план начинает перерабатываться. Техническое задание, а техническое задание, как правило, уже может быть согласовано. Дальше. Прошу обратить внимание на колонку 4, подтверждающую документы. Здесь чаще всего допускают ошибки при указании неполного перечня документов. Первый документ – это, естественно, договор на оказание выполнения работ услуг. Как я уже сказала, он должен соответствовать календарному плану. То есть в договоре нужно указывать ровно те работы, за которые будет отвечать непосредственно разработчик или разработчики. То есть там сколько у вас будет в рамках реализации этапа. Если разработчик у вас один, вы можете указать один договор в одном мероприятии, дальше просто указывать акты выполненных работ. Мы будем понимать, что договор на все виды работ один. Если вдруг работа, которую вы указали в описании мероприятий, выполняется только работниками заказчика, то есть получателем гранта, то эти виды работ, они у вас найдут отражение в функционале. Это когда мы до смехи дойдем, я вам также об этом расскажу. То есть в первую очередь договор на оказание работы услуг, кем подписан двумя сторонами, соответственно, указываем разработчику и получателем гранта. Обязательно к указанию приложения этого договора, если договор на текущий момент времени не подписан, он у вас в проекте, вы знаете, какие будут приложения, вы их можете указать, но чтобы не раздувать, так скажем, кредитарный план, пишем договор с приложениями, такими-то, и вы точно будете знать, что при подготовке отчетности, сдаче ее на проверку, какие документы вам нужно будет нам, соответственно, предоставить. Обязательно в рамках выполнения работ по договору акт выполненных работ, подписанных, соответственно, с двух сторон, акт выполненных работ, акт приема, передачи лицензии, если это договор, соответственно, по лицензию, у вас одна из мероприятий может быть передача лицензии, тогда указываем договор на передачу лицензии. Иногда бывает такая история, что заключается один договор, в котором входит и не передача лицензии, а там покупка, например, инфраструктуру через разработчики и так далее. То есть может быть один договор на несколько видов услуг, но там это все должно быть прописано. Но лучше рекомендую делать отдельные договоры на каждый отдельный вид услуг, соответственно, не финансовые активы или работы. Значит, обязательно к указанию платежные документы. Платежные документы включают в себя счет-фактуру, платежное поручение, счет на оплату. Счет-фактура, соответственно, если это покупка лицензии, там без НДС, он не указывается. Поэтому указывайте через слэш к предоставлению или-или. То есть пишите платежные документы, расшифровывайте, что под этим платежным документом имеется в виду. Значит, там, где у вас выполняются работы своими силами, то есть сотрудниками предприятия, если такие будут, то там нужно будет, как в примере указано, указать приказ о создании рабочих букв. Четко мы будем понимать, какие люди, какое участие принимали, сколько были загружены, какой функционал выполняли. Приказ о создании рабочих групп, он будет пересекаться со сметой. Здесь также при мероприятиях уже технического характера, при разработке, доработке отдельных частей, отдельных функциональностей, в результате, где будет ссылка на техническое задание, в подтверждающих документах, также указываем, если будут разработаны частные технические задания, то есть у вас есть верхнеуровневое техническое задание, которое дает нам общее представление о разработке того или иного модуля, части функциональности, но оно не дает детального представления о конкретной доработке. Здесь у вас уже будет частное техническое задание. Его, как подтверждающий документ, обязательно указывают. Программа методика испытаний, протокол испытаний, соответственно, если на одном из этапов у вас уже будет непосредственное испытание проводиться, и там уже с последующим явлением. Также здесь в указаниях, подтверждающих документах, предположительно, в последних этапах, в зависимости от того, сколько у вас там, например, если их 6, 5 и 6, когда у вас уже будет непосредственно проходить тестирование этого решения, уже в последующий ввод в эксплуатацию, то здесь обязательно к указанию разработанное руководство администратора, руководство пользователя, все те документы, которые говорят нам о том, как впоследствии с внедренным решением работать, и как, соответственно, сотрудники уже будут с ним работать в дальнейшем. В случае, если у вас несколько документов по некоторым мероприятиям идентичны, то есть там первые три контрольные точки у вас закрываются одними и теми же документами, то колонку, подтверждающую документы, можно объединить в одну ячейку и прописать просто полный перечень этих документов. В принципе, чтобы не повторять их, чтобы регулировать в каждой ячейке, можно эти ячейки скопнуть и объединить. Значит, если у вас одним из мероприятий является поставка нефинансового актива, это могут быть как сервера, так и какие-то лицензии, в результатах обязательно писать, какое количество вы планируете к закупке. Не пишем не менее стальки, то у вас в смете будет четкое количество, вот это четкое количество должно у вас пересекаться с результатом. В случае несоответствия это отклонение на доработку. То есть если вы сметой установите в покупку десяти лицензий, то значит в результате у вас должно быть десять лицензий. Здесь также указывается договор, как я ранее сказала, акт приема передачи, но чаще всего это универсальный передаточный документ в данном случае. Поэтому можно через слэш указать либо тот, либо другой документ, либо товарная накладная, если это сервера и какие-то там, ну какое-то железо, например, то указываем через слэш. Также платежный документ обязательно. На последнем этапе, когда у вас будет уже проходить опытная эксплуатация, обязательно указываем акт ввода в промышленную эксплуатацию при проведении тестирований, там, где будут у вас указаны протоколы тестирования, там у вас должна быть комиссия. комиссия утверждается также в приказах. То есть везде, где будет проходить тестирование, у вас будут прописаны протоколы тестирования, то в соответствии с протоколом тестирования там подписывает комиссия, комиссия каким-то документом утверждается. Рекомендуем этот документ указывать для того, чтобы сразу полный перечень документов для себя составить, и это будут те документы, которые вы будете уже четко знать, чтобы готовить к совершению этапа. Так, это что касается календарного плана. Так, по календарному плану основное сказала, если вдруг при моем рассказе пока у вас сформировались какие-то вопросы, вы можете их фиксировать для того, чтобы я впоследствии вам на них ответила. Дальше у нас идет смета. Смета, как я и сказала, она у нас пересекается с календарным планом. Смета расходов, да, спасибо. Здесь вы видите также заполненный образец, это пример для того, чтобы вы визуально понимали, как она заполняется, что она из себя представляет, смета и все ее расширки. Значит, первое, что хочу сказать, как она пересекается с календарным планом, вот это очень важно. Все работы, которые у вас отражены в календарном плане, они так или иначе должны быть осмечены. То есть, те работы, которые в календарном плане есть, только они будут оплачены за исключением нефинансовых активов. И финансовые активы вы как можете включать в календарный план как вид работы, так и нет, потому что в календарном плане это именно виды работ, что непосредственно нужно сделать. Закупка лицензии ее как отдельный вид работ можно не выделить, но в смете, соответственно, они будут осмечены, потому что лицензии у разработчиков по решению вы будете покупать. Итак, значит, виды работ календарного плана полностью у нас переносятся в сметы. По расшифровкам сметы сразу тогда расскажу, где и как они у нас отражаются. Значит, смета у нас состоит из четырех статей. Это расходы на оплату трудоработников связанных с реализацией проекта. Обращаю ваше внимание, что это работники исключительно получателя гранта, с кем у РФЛИТа будет заключено соглашение. Здесь не должно быть работников площадок, каких-то юридических лиц, на которых дополнительно будет осуществляться внедрение, работников-разработчиков. Это сметы только получателя гранта. Соответственно, в расходы на оплату труда включаются работники, с которыми у получателя гранта заключены трудовые отношения посредством трудового договора. И вся заработная оплата будет платиться по трудовому договору. Накладные расходы. К накладным расходам у нас относятся аренда и командировочные расходы. Расходы на оплату работ сторонних организаций это как раз расходы чаще всего это разработчик, который чаще всего это основная статья, которая бывает ну в 80% случаев это действительно основная статья и не финансовые активы. Потому что не финансовые активы это уже закупка лицензии либо какого-то необходимого железа. Расходы на оплату сторонних организаций это уже расходы непосредственно разработчиков или разработчиков в зависимости от того, сколько вы привлечете, сколько у вас в протоколе будет разработчик заявленных. Обращаю ваше внимание, что при расходах на оплату услуг сторонних организаций есть ограничения. То есть у вас есть статья, из которой за счет средств гранта подчеркиваю расходы на услуги по доработке разработки не более 80% от суммы гранта на услуги внедрения доработанного решения и не более 50% от суммы гранта для государственных корпораций в компании с госучастием и не более 25% от суммы гранта для коммерческих компаний. То есть все, что в скотке при формировании сметы, обратите, пожалуйста, на это внимание, это как раз ограничение, что касается именно суммы предоставленного гранта. Значит, у нас расходы, как говорилось ранее, не менее 50% за счет средств софинансирования и вот эти 50% должны выдерживаться каждый этап. То есть каждый этап у вас не менее 50%. Поэтому здесь вам рекомендую каждую статью делить на два источника. Например, зарплата. Часть за счет средств гранта, часть за счет средств софинансирования. При экономии, например, у вас не вышли сотрудники на работу отпускные, болезни или еще что-то, у вас экономия идет из двух источников, а если вы заработную плату сделаете только за счет средств софинансирования, при экономии заработной платы, когда у вас сотрудники будут в отпусках или в больничном, у вас будет падать доля софинансирования, что уже повлечет впоследствии неустойки. это отдельная тема для обсуждения, тем не менее, процент софинансирования в каждый этап должен выдерживаться не менее 50% заявленного, или если вдруг вы заявили свои средства 60%, например, такое тоже может быть, то не менее тогда 60%, то есть не менее того процента, который в смете вы для себя установите. здесь также обращаю ваше внимание на ограничения на кладные расходы не более 10% от общего размера смета этапа, обязательно каждый этап не более 10%, и расходы на инфраструктуру за счет средств гранта не более 30% от общего размера сметы, это также все проверяется при проверке вашей сметы. Дальше, значит, что касается сметы, в смету включаются расходы направленные исключительно на реализацию проекта. То есть в случае выявления расходов сметы, таких как командировочные, накладные расходы или работы, которые не относятся непосредственно к вашему проекту, то есть если вы поехали в командировку, вы должны в командировку поехать в мой проект, такие расходы будут из сметы исключаться или впоследствии признаваться нецелевыми. Если они признаются нецелевыми, это, соответственно, возврат нецелевых использованных средств и, опять же, неустойка. Значит, средства софинансирования не должны содержать какие-то расходы от вашей новой деятельности, опять же, только по проекту. Расшифровки сметы должны соответствовать календарному плану, как я уже ранее сказала. Смета составляется по кассовому методу в разрезе каждого этапа проекта. Что это значит? У вас есть календарный план. Период календарного плана с 1 сентября по 31 декабря. Вот в этот промежуток времени должны быть совершены все те платежи, которые вы зафиксировали в смете непосредственного конкретного этапа. То есть заработная плата, если вы ее запланировали в рамках первого этапа с 1 сентября по 31 декабря, за последний месяц должна быть выплачена не позднее последнего рабочего дня. Когда мы перейдем к расшифровкам, я вам, так скажем, скажу лайфхак, как с заработной платой можно немножечко переструктурировать. Это единственная статья, которая, так скажем, в структуре изменения подлежит в рамках, соответственно, подготовки сметы. Если вы оплачиваете услуги разработчику аванс и постоплата, то все работы должны быть приняты вами до окончания последнего рабочего дня. Разработчику, как разработчику, так и закупка нефинансовых активов должна оплата произойти не позднее последнего рабочего дня. Это означает, как смены. То есть все платежи у вас проходят в рамках тех холендарных дней, на которые запланирован конкретный этап. И это, соответственно, к каждому этапу применяется. Дальше. Суммы в расшифровках должны содержать только два знака после запекой. Обращаю ваше на это внимание и рекомендую при подготовке сметы все-таки потом ее на калькуляторе пересчитать, потому что при округлении потом вылазят копейки. При пересчете этих копеек, соответственно, может вылезти так, что у вас будет меньше 50% доли софинансирования. Не пойдет общая арифметика ни по столбцам, ни, соответственно, по строчкам. Значит, при пересчете сметы, там, где у вас нет расходов, не запланированных, да, то там указываете либо прочерк, либо какие-то нули. Это обязательно, чтобы вы понимали, что этой статьи у вас не будет. При пересчете доли софинансирования ее нужно проверить несколько раз. Вот если смета у нас оставляется в Excel, вот тут рекомендую вам применить калькулятор, потому что Excel до 50 округляют, а при пересчете на калькуляторе может быть 49-99. Это недопустимо. Обязательно 50, 50-01 и так далее. Но 50 при пересчете на калькуляторе должно быть. Это что касается доли софинансирования. Дальше. Что касается сметы, у нас есть ограничения по статьям расходов. Это ГПХ. Нет, ГПХ не привлекаются платим только сотрудникам в соответствии с трудовыми договорами, которые вы с ними заключили. Не допускаются страхование, ДМС, компенсация при увольнении, выплата отпусков, временная нетрудоспособность. Очень много вопросов вызывало, почему это нельзя делать в рамках проекта. В рамках проекта оплачивается только непосредственный труд работника, чтобы вы могли оценить стоимость этого созданного решения. Потому что отпускные нетрудоспособности и так далее, они не дают понять полной картины. И, как правило, это раздутие сметы в плане затрат на конкретную разработку, доработку или внедрение и в целом по проекту. Оплата питания, мобильная связь запрещена. Также к запрету относятся приобретение, строительство и ремонт объектов, в том числе производство неотделимых улучшений, недвижимости, зданий, помещений, иных объектов и так далее. Оплата научно- и опытно-конструкторских и аналитических исследований. Делаю на этом акцент, потому что есть работы. Как правило, разработка решения – это именно работы. А здесь речь идет об исследовании. То, что не имеет за собой последующего какого-то результата или то, что может не привести к результату. Это исследование. И в рамках, соответственно, проекта мы это смету не включаем и не оплачиваем. Приобретение транспортных средств, страхование имущества, выставки, мероприятия, какие-то рекламные, маркетинговые и иные материалы. То, что не относится к реализации проекта, тоже запрещено. Также в рамках реализации проекта у вас будет банковское сопровождение. Услуги, расчетно-кассовое обслуживание в банке, соответственно, в рамках сметы тоже не оплачивается. Оплата услуг и получение сертификации Федеральной службы по техническому экспортному контролю и иной сертификации, также, обращаю ваше внимание, тоже не оплачивается. Ну и какие-то иные услуги, которые можно при анализе сделать вывод, что они не относятся к проекту. Также, теперь пройдемся с вами по каждой отдельной расшифровке. Итак, как я сказала, у нас четыре статьи. Оплата труда, накладные расходы, расходы на оплату из двухсторонних организаций и приобретении нефинансовых активов. Можно вниз попросить спуститься на первый вид расходов, это заработная плата. Заработная плата у нас состоит из трех таблиц. Первая таблица – это расходы на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта. Сюда включается заработная плата и НДФЛ. Ниже у нас идет расчет расходов на оплату страховых платежей. И третья табличка, если мы вниз чуть-чуть спустимся, это расшифровка должностей и функционала работников, связанных с реализацией проекта. Эта таблица, она связана с первой нашей табличкой с расходами на оплату труда работников. Она не несет с собой денежный какой-то эквивалент, а с денежных средств в первых двух таблицах. Итак, если вернемся к первой. Здесь вы видите, что заработная плата составляется помесячно. То есть рабочая группа, которая вами запланирована, это ваши непосредственные сотрудники, участвующие в рамках проекта. Им выплачивается заработная плата каждый месяц. Соответственно, создается приказ о создании рабочей группы. Он может быть как один на весь проект с разделами. Также вы можете приказ о создании рабочей группы поэтапно, так скажем, составлять для себя, если у вас будут привлекаться разные сотрудники. И в этом приказе о рабочей группе вы уже устанавливаете непосредственно функционал, который они будут выполнять, и какой-то коэффициент загрузки. Исходя из первой таблицы, заработная плата формируется помесячно. Тот промежуток времени, который у вас отведен на этап с 1 сентября по 31 августа, ну, в данном случае с января по август у вас будет 8 месяцев. С января по август, соответственно, это ваш первый этап. В данном случае количество месяцев должно уравняться количеству месяцев этапов календарного плана. За исключением. Это тот лайфхак, о котором я говорила. У нас заработная плата с вами выплачивается 2 раза в месяц. Это, например, 10 числа и 25 числа. И, то есть, август может быть разбит на 2 этапа. В данном случае мы не имеем права заставлять вас нарушать трудовое законодательство и оплачивать все в последнюю, вторую часть августа, в последний день этапа, 31 августа. Вы вторую часть августа можете перевести как выплату, именно выплату по кассе, во второй этап. И в данном случае у вас будет написано август и в скобках аванс. В случае, если это аванс, сумма будет, ну, там, например, если у вас аванс 50% от зарплаты, она будет поделена пополам, и вторая часть августа будет перенесена в следующий этап. Это вы как можете делать, там, для себя определите. Можете, например, издать какой-то приказ, что в последний день этапа вы будете вот этим сотрудникам выплачивать заработную плату, там, 31 августа. На ваше усмотрение, как вам удобно. Мы здесь вот, ну, не, скажем так, не выкручиваем руки. И как вы для себя примете систему оплаты в рамках проекта, именно заработная плата, так и сделайте. В случае, если принимаете выплачивать в соответствии с вашим положением об оплате труда, то вторую часть последнего месяца переносите по смете в следующий этап. То есть у вас следующий этап начнется с августа, где будет написано вторая часть заработной платы. Например, так. Но пометку обязательно нужно будет в скобках сделать. Соответственно, здесь формируется заработная плата по группе в разрезе месяцов. Здесь устанавливается лимит заработной платы 350 тысяч рублей в рамках проекта. Из них за счет средств гранта 175 рублей. Это в том числе и НДФЛ. Вот эта заработная плата не содержит страховые взносы. Страховые взносы, соответственно, у нас в таблице ниже будут с вами отражены. Для того, при проверке заработной платы мы должны понимать, из чего ваша заработная плата каждый месяц сложилась. Для этого в рамках требований к смете, после того, как я закончу рассказывать про смету, мы вам покажем эти требования, и там будет таблица. В этой таблице отражены должности, заработная плата каждый месяц и за конкретный этап. То есть это такая некая расшифровка, которая нам говорит, что январь 1 160 000 сложилось вот так. Столько должностей или людей мы привлекаем за такую-то заработную плату. Заработная плата у вас может быть обоснованной, либо уже действующими трудовыми договорами, вы знаете, кого вы привлечете, либо штатным расписанием, и у вас, например, формируется только рабочая группа, вы еще не знаете, сколько народа вы наберете и так далее. И у вас там просто вакансий, и мы в поиске этих сотрудников для конкретного проекта. Поэтому у вас там будут вакансии, и это тоже, в принципе, допустимо. Но вакансии и ее штатная единица, заработная плата подтверждается штатным расписанием. Мы, как правило, запрашиваем только вот эту расшифровку. Обращаю, значит, здесь ваше еще раз внимание, что каждый месяц это на рабочую группу. Она может привлекаться как полностью, так и не полностью, как отдельные, в отдельных месяцах конкретные люди. То есть вы можете ими, соответственно, тут перебрасывать сами. На ваш вопрос, допустима ли индексация, чаще всего такие вопросы задают. С учетом того, что здесь, так скажем, не установлена конкретная заработная плата по конкретную должность, то здесь просто лимит 350 тысяч в рамках планирования сметы. И когда у вас на следующий год произойдет какая-то индексация, вы вот эту заработную плату в месяц можете перераспределить по своему усмотрению. Но, опять же, в соответствии с трудовыми договорами и в соответствии с тем лимитом, который уже у вас здесь зашит. Потому что за счет средств гранта больше денежных средств вам никто не даст. Если в случае у вас получается так, что при индексации, например, вы взяли нового сотрудника под новую вакансию, и понимаете, что этому сотруднику нужно установить больше оклад, чем вы планировали раньше. Допускается привлечение дополнительных средств свыше лимита, но не в рамках планирования сметы, а уже при сдаче отчетности. И эти дополнительные денежные средства только за счет средств софинансирования. То есть вы можете в рамках сдачи отчетности показать, что вы потратили не 900 тысяч, которые запланировали, а, например, миллион. Но это только за счет средств софинансирования. За лимиты гранта выходить нельзя. Здесь еще обращаю ваше внимание. Здесь очень большую ошибку допускают грампополучатели, что они планируют смету, исходя из конкретных выплат в конкретном месяце. Например, в январе выплата только аванса за январь, и, соответственно, аванс за январь попадает в январь, а заработная плата за январь попадает в январь. Нет, это неверно. В данном случае таблица составляется по выплате заработной платы за конкретный месяц. То есть мы берем расчетную ведомость за январь, там две колонки – аванс и заработная плата, и третья колонка НДФ. Вот эти три суммы у вас будут составлять лимит за январь. То есть, обращаю ваше внимание, это не конкретные выплаты в конкретном месяце, а конкретные начисления в конкретном месяце. То есть за январь заработная плата вот такая, это за фактически отработанное время. Также обращаю ваше внимание, что больше 8 часов рабочего дня не оплачивается. В случае, если у вас необходимы дополнительные штатные единицы, например, запланировали вы 10, вам нужно 15, вы понимаете, что тот объем работы, который вы запланировали, невозможно. Это через изменения, через дополнительное соглашение. Нельзя человеку ставить больше 8 часов. То есть здесь оплата в соответствии с трудовым законодательством. 8 часов рабочий день. Если у вас стоит, человек привлекается на проект 50%, а 50% выполняет свою основную работу, он может быть вами привлечен в качестве 100% участия по двум ролям, потому что он должен закрыть одну роль и, соответственно, функционал по другой роли. В данном случае у него будет 8 часов, и он получит оплату за ту и другую роль. В случае, если человек привлекается не на полную ставку, часы в табеле будут ставиться пропорционально. То есть если это 50%, там 0,5 ставки по проекту, то это 4 часа. Если меньше, то это 2 или 3 часа. Если больше, там 6 и так далее. То есть исходим из 8-часового рабочего дня. В случае, если у вас один человек заболел и так далее, то тут нужно будет там оформлять какое-то замещение. Но опять же, акцент на то, что при планировании сметы не более 8 рабочих часов. Это как бы мы не запрашиваем табеля и так далее, да, мы просто смотрим заработную плату в месяц, но чтобы вы потом не попали в какую-то глупую ситуацию, где вы запланировали больше 8 часов, то тут сразу имейте в виду, что план должен исходить из этого. Так. Дальше. Что касается, значит, страховых взносов. Чуть-чуть ниже можно опустить. Много? Стоп. Отлично. Да, здесь у нас одна строчка «Страховые взносы». Здесь в комментариях прописываете для себя, какую ставку вы применяете. Вот в данном случае мы вам привели пример ИНП 30%, свыше предельной базы 15,1 и несчастные случаи – это 0,2. То есть та ставка, которая у вас применяется на предприятии, вы ее здесь полностью прописываете, прописываете предельную ставку, которая будет после достижения предельных баз, и рассчитываете сумму страховых взносов путем умножения общей верхней угробной суммы по всем месяцам на вот эту вот ставку. Страховые взносы по последнему месяцу также можно отнести в следующий этап. Если вы зарплату делите на два этапа последнего месяца, то страховые взносы делите точно так же. Здесь обращаю ваше внимание, что не рекомендуется указывать сами предельные базы, то есть они в этом году вот сейчас будут одними, в следующий год они будут другими, поэтому если мы на текущий момент не знаем, какие предельные базы будут в следующем году, то сейчас считаем, исходя из тех, которые у нас имеются, исходя из старых. Дальше у нас идет чуть ниже, опускаем третья таблица, которая относится к заработной плате, это уже таблица непосредственно расшифровки должностей и функционала. Здесь обращаю ваше внимание, то, о чем я сказала раньше. Если календарный план, часть мероприятий, мероприятия выполняют свои сотрудники, то отражение результатов этого мероприятия и описание самого мероприятия у вас найдет отражение в колонке 3 функционала. Здесь полностью прописываете должность, то есть роль человека в проекте, что он будет выполнять и в рамках каких мероприятий. Колонка 4 нам как раз говорит о нумерации мероприятий, в рамках которых сотрудник будет привлечен. Обращаю ваше внимание, сколько указано вами ролей, в данном случае 5, столько сотрудников и привлекается. На одну роль не допускается несколько человек. Один человек, одна роль и его коэффициент участия. Вот в данном случае мы вам привели разные примеры, то есть руководитель проекта, вот он как полностью по проекту работает, он 100% времени своего отрабатывает, в табеле у него будет 8-часовой рабочий конкретный день. Архитектор проекта, он может работать как по проекту, так и по проекту. В данном случае, в примере, он большую часть рабочего времени проводит, соответственно, на проекте 70%. Это 70% от 8-часового рабочего дня и так далее. То есть тут подчеркиваю, что сколько людей, сколько должностей, столько людей вами привлекаются. Анализ вы можете уже сейчас продумать сами. Функционал здесь нужно прописать более четко, чтобы можно было сопоставить с мероприятиями календарного плана. И при отражении номеров календарного плана, то есть, например, 1-2-1-3, это то мероприятие, в рамках которого конкретная должность, конкретный человек будет принимать участие. Вот описание его функционала должно коррелироваться с тем, какое мероприятие вы там для себя запланировали. Это что касается заработной платы. Самое основное. Очень большую ошибку здесь как раз допускают, что планируют какое-то количество должностей, ролей, и под каждую конкретную должность роли планируют 10 человек. То есть на одну роль 10 человек. Это неправильно. В данном случае, если у вас будет 30 человек в рамках проекта, вы 30 ролей прописываете. Если эти роли между собой похожи, например, вы привлекаете 3 архитектора проекта. Вы 3 архитектора проекта и прописываете. Если это 3 архитектора проекта, которые с разными коэффициентами, устанавливаете в разные коэффициенты. Если это 3 архитектора проекта, которые по 100% будут, соответственно, у вас привлекаться к проекту, Три архитектора проекта по 100% участию здесь у вас будут. Очень большое внимание делаю на то, что включение в смету расходов административно-управленческого персонала, выполняющего текущий функционал рамок хозяйственной деятельности, не привлекается. Здесь исключением в соответствии с требованиями подготовки сметы будет технический директор и IT-директор, потому что, как правило, это те сотрудники, которые как раз непосредственно большую часть, большую часть в рамках проекта по разработке медведей и принимают. Все остальные, бухгалтера, заместители генеральных директоров, экономисты и так далее, они в рамках проекта, как административно-управленческий персонал, не привлекаются. Они будут сметы вычеркнуты в случае, если вы туда кого-то запишете. Дальше. Что касается накладных расходов. Прошу чуть ниже, да. Накладные расходы у нас состоят из аренды и командировочных расходов. В 95% случаев в проектах по внедрению аренды не бывает. Ну, мало ли, какая у вас будет аренда получения для того, чтобы вы там осуществляли какую-то разработку. То есть в рамках Excel-смета там приведен пример и, в принципе, стоит формула, как она посчитана. Здесь мы не запрашиваем изначально... Ну, то есть вы для себя прописываете помещение, которое вы, соответственно, арендуете, его предназначение, для чего оно вам в проекте нужно, чтобы подтвердить целевый характер. И дальше просто прописываете помещение, ставку и так далее. Но, как правило, при ставке арендной, когда вы отражаете, это уже договор, либо проект договора есть. Поэтому, если вдруг есть, рекомендуем вам его сразу просто подложить. Если вдруг нет, то это будет проверяться уже в рамках оплаты аренды помещений. Если оно за счет средств гранта, если за счет средств финансирования, то только в рамках проверки отчетности. Вот. Здесь целевой характер будет подтверждаться, с какой целью используется этот объект. В случае, если будет подтвержден нецелевой характерный объект в проекте, не имеет никакого отношения, к которому вы будете арендовать эти расходы, либо будут исключены в рамках оплаты за счет средств гранта, либо исключены в рамках принятия отчетности за счет средств финансирования. Что касается командировок, здесь мы не запрашиваем каких-то документов и так далее. То есть все, все обоснованности командировок будут у вас проверяться в рамках уже непосредственных платежей, которые вы будете совершать. Командировки, если вы планируете, они должны быть у вас, естественно, подтверждены, что это целевая командировка в рамках выполнения каких-то мероприятий, календарного плана. Если у вас, например, объекты внедрения будут несколько, и они раскиданы по стране, так скажем, да, и вам необходимо будет перемещаться, то там нужно будет подтверждать, для чего, какая цель, как это с рамками проекта соотносится и так далее. То есть здесь вы можете некую сумму для себя заложить, но проверять уже будем ее по факту. Что касается командировочных расходов, здесь при формировании стоимости закладывайте стандартные цены, это 700 рублей суточные за каждый день командировки, это проезд, билеты, соответственно, и гостиница. Также в требованиях к составлению сметы есть исключения, какие дополнительные расходы мы не включаем в смету и исключаем. То есть уборка, хельчистка, питание в ресторане, в баре, посещение каких-то здравительных заведений, бассейн, спортзал и так далее. То есть это все исключается в обязательном порядке. Поэтому сюда при формировании относим проезд, непосредственное проживание и судичные за каждый день командировки. И переходим к основным расшифровкам. Это в большей части проектов, это основные расшифровки, как я уже говорила. Это смета, которая у нас относится к расходам на оплату услуг сторонних организаций, как правило, от разработчиков, и финансовые активы. Остановимся пока на оплате сторонних организаций. Значит, как я и говорила ранее, сумма расходов по доработке за счет средств гранта допускается в размере 80% от общей суммы предоставленного гранта. Общая сумма расходов на оплату работы по внедрению доработанного решения за счет средств гранта допускается не более 50% от суммы предоставленного гранта для госкорпораций. и компания с госучастием, и 25 от суммы предоставленного грамм для коммерческих организаций. Я прошу вас обратить на это требование внимания при подготовке, потому что часть требований затирается, не обращаем внимания и так далее, и встаем в какие-то ошибки. Значит, наименование работ и услуг, которые вы видите в таблице, одни должны соотноситься с календарным планом. За исключением тех мероприятий календарного плана, которые выполняют ваши сотрудники, и это уже отражается у них в функционале в расшифровке заработной платы. То есть вот здесь вот четкая прослеживальность, слово в слово, должно быть с календарным планом, что те работы, которые мы запланированы, вот мы их в таком объеме и оплачиваем. И обращаю ваше внимание, что в наименовании работы и услуг, например, в пункте 1, согласование и подписание договора на выполнение работы, формирование рабочих групп, в скобках дана характеристика этих работ. К чему эти работы относятся? К разработке или внедрению? Это для оценки объема работ к тем требованиям, которые я раньше озвучила, 80%, 50% и 25%. То есть мы четко должны понимать, что вот эти работы, которые вы отнесли к разработке, они будут, естественно, сопоставлены с этим наименованием работы, что вы отнесли к разработке, мы это сопоставим, проанализируем, правильно ли вы классифицировали. Вот, и обязательный пункт для указания именно расшифровок, разработка-доработка, внедрение, для того, чтобы понять, сколько вы потратили на тот или иной вид работы, соответственно. Здесь также вам рекомендую, как и говорила ранее, работая за счет двух источников, мы заполнили с учетом, так скажем, разбивки по статьям, но вам рекомендую разбивать смету все-таки по двум источникам, для того, чтобы у вас была возможность маневрировать в случае, если это будет какая-то экономия, и у вас нет 1% финансирования. Значит, в комментариях необходимо указывать коммерческие предложения, на основании которых эта стоимость сформировалась, их должно быть не менее трех. В случае, если у вас коммерческое предложение всего лишь одно, а может оно быть только в единственном случае, когда разработчиков с оказанием таких услуг на рынке нет. Соответственно, в этом случае вы пишете коммерческое предложение конкретного разработчика, номер, дату и так далее, и пишете обоснование, почему именно этот разработчик. То есть он оказывает только такие услуги, только его решение нам подходит, только такое решение хотим дорабатывать с учетом нашей специфики бизнеса и так далее. То есть тут должно быть четкое обоснование. В коммерческом предложении, реквизиты которого вы указали, вы его также нам предоставляете как обоснование, там должна быть ссылка на ваше техническое задание, которое будет, соответственно, вами выполняться. Потому что либо коммерческое задание должно содержать тот перечень работ, который соответствует календарному плану или техническому заданию. Оценка этих работ будет производиться на основании этого коммерческого предложения. В случае, если в коммерческом предложении очень расплывчато указаны виды работ, мы не сможем соотнести их с техническим заданием и сделать вывод о том, что эти работы оценены правильно, что вот те работы, которые с метой заложены, они действительно у вас, так скажем, правильно с точки зрения коммерческого предложения будут оплачены. Поэтому коммерческое предложение должно быть составлено разработчикам подробно, либо подробное описание тех видов работ, которые вы себе закладываете в техническом задании, в календарном плане, в смете, соответственно, либо со ссылкой на это техническое задание в случае, если оно у вас, например, будет утверждено с двух сторон. Такое, ну, тоже бывает. Дальше. Здесь виды работ должны быть указаны отдельно. Не допускается указание видов работ и их общая стоимость, например, 12 миллионов. То есть каждый вид работ должен быть осмечен. И этот отдельный вид работ должен соответствовать спецификации договора. Рекомендация вам разрабатывать спецификацию договора на основании той сметы, которую вы себе здесь установите. Потому что если в смете общая стоимость, а здесь вы пишете каждый вид работ с отдельной стоимостью, где превышение, где не превышение, действительно ли каждый вид работ столько стоит или не стоит, сделать вывод и представляется возможным. То есть договор сейчас мы не видим, мы видим только смету. И потом, когда вы будете нам давать договор, мы будем вам задавать вопрос, почему стоимость общая, а не отдельная разбивка в соответствии со сметой. Поэтому рекомендация, спецификацию к договору делать в соответствии со сметой, как вы ее для себя по стоимости здесь определили. Потому что стоимость эта будет уходить из вашего коммерческого предложения. Это коммерческое предложение вы можете взять за основу договора. Дальше. К расходам на оплату работ услуг можно включать работы по разработке, доработке решений его частей, по внедрению этого решения установка, монтаж, настройка, пусконаладка работ внедряемого решения, обучение, инструктаж работников, получателя гранта по работе с внедряемым решением тоже допускается к включению в календарный план или смету, но подчеркиваю, обучение сотрудников, получателя гранта только за счет средств софинансирования и ДОКО. Ну, какие-то иные работы непосредственно связаны с разработкой и внедрением, то есть на основании вашего технического задания также сюда относите. Не запрещено включать расходы на услуги по сертификации в стек. Это мы исключили. Очень много разных вопросов здесь было, потому что оплачивание услуг в стек, как правило, это не короткий период, это очень долгий период по обратной связи от компаний, которые, так скажем, у нас раньше уже участвовали, поэтому отдавать на стек целый какой-то этап мы не можем, а если у вас это одно из мероприятий, вы просто не успеете, у вас будет уже здесь нарушение календарного плана и сметы, поэтому это добавлено как запрет на включение в статью. Значит, и еще одно очень важное требование здесь, в случае, если получатель гранта привлекает к внедрению площадки, на которых будет осуществляться доработка внедрения и решения в рамках этого проекта, эти площадки не имеют права получать прибыль от реализации проекта. В случае, если они у вас здесь будут указаны как в качестве привлекаемых подрядчиков, в этом случае по смете в договоре прибыль там должна быть исключена. Это будут проверяться непосредственно договоры. Дальше. При заключении договоров на оказание услуг по разработке или внедрению, как я уже сказала, отдельные виды работы стоимость предусмотрена в договоре, по каждой строчке у вас может быть отдельно, может быть, вы заключите отдельно каждый договор на отдельные услуги. Ну, я вам рекомендую, исходя из практики, сделать один общий договор по всем видам работ, потому что отдельные виды работ, их постоянное заключение согласования вызывает, затрачивается большое количество времени, вызывает очень много вопросов, рисков, проблем и так далее, и вы можете просто не успеть. Поэтому здесь рекомендую сделать отдельный один договор на отдельные виды работы, услуг, которые у вас с методом будут посмечены. Так. Также при случае, если у вас несколько разработчиков, такое может быть, что вы через решение президиума обозначите себе 2, 3, а может быть, и 4 разработчика, здесь в комментариях после каждого коммерческого предложения, если у вас, например, будет не обоснование, а именно приведено 3 коммерческих предложения, и одно из коммерческих предложений будет у вас основным, и это будет тот разработчик, с которым вы будете работать. Вот здесь в комментариях, в строчке ниже, в скобках, можете как бы обозначить, что выполняются работы конкретной компании, выполняются работы, например, саус-промашек, то есть 3 коммерческих предложения от разных компаний, но внизу указывайте, что конкретно принимается во внимание коммерческое предложение вот это, и выполняются работы будут вот этой компании, чтобы потом у вас не возникло вопросов с нашей стороны, какое же коммерческое предложение вы взяли за основу, потому что все разработчики, которые у вас здесь будут поименованы, Они могут у вас быть поименованы все, а по факту будете работать только с одним. Поэтому здесь это очень важно. Это что касается услуг. И у нас в СМЭТе осталась последняя таблица расхода на приобретение нефинансовых активов. Мы можем взять, в принципе, перерыв. Я думаю, что СМЭТа сейчас закончится. Нет, я имею в виду последующий новый блок. Так, здесь у нас осталась последняя таблица, которая у нас относится к расходам нефинансовых активов. К нефинансовым активам у нас относятся это приобретение решения, программного обеспечения, иные какие-то нематериальные активы, которые связаны с реализацией проекта, комплектующие, оборудование, паки. Все то, что будет связано непосредственно с внедряемым решением. Здесь сразу отмечу, что покупка лицензии за счет средств гранта запрещена в случае приобретения лицензии внедряемого решения только за счет средств финансирования. Это сразу себе пометьте, потому что чаще всего это забывают и делают на этом большую ошибку. Также к расходам на приобретение нефинансовых активов относится инфраструктура. Как я и говорила, когда мы только начали рассматривать смету, что инфраструктура должна составлять не больше 30% от общего размера проекта за счет средств гранта. За счет средств финансирования инфраструктуру можете покупать в любом объеме. Ну, как правило, и в практике больше 30% там и не бывает. Основные расходы – это расходы на услуге сторонних организаций. У нас в требованиях к смете четко приведено, что относится к инфраструктуре. Это серверные оборудования, например, сети связи, создание, оснащение линейных сооружений и компьютерные места и так далее. Здесь обращаю ваше внимание. При формировании вот этой таблицы каждый нефинансовый актив должен быть осмечен отдельно. И, например, покупка лицензий по такой-то, столько-то единиц, по такой-то, какая-то цена за единицу и деление на грант с финансированием. Лицензии в случае обязательно отдельно, это только с финансированием. И дальше каждые сервера, ну, какое-то серверное оборудование, систем хранения данных и так далее, все это осмечивается отдельно, каждым отдельным пунктом. Под каждый отдельный пункт указывается коммерческое предложение, ссылка на какой-то ресурс на сайт, например, где мы сможем проверить эту цену, соответственно, из чего исходили вы при обосновании стоимости конкретно нефинансового актива. Значит, в нефинансовые активы не разрешено включать те активы, которые без характеристик. Например, вы можете написать мебель. Это может быть, имеется в виду мебель, серверные шкафы и так далее, для серверного оборудования, может быть, имеется в виду мебель, столы, стулья и так далее. То есть тех нефинансовых активов, чьи характеристики непонятны, роль в проекте, для чего она нужна, непонятно, не включаем. Либо расшифровываем. Например, серверное оборудование такое-то. У каждого серверного оборудования должны быть указаны характеристики, потому что на момент планирования вы уже примерно понимаете, какие характеристики вам нужны. В случае, если вы характеристики для себя не определили, вы указываете не менее чего-то. Например, вы покупаете ноутбуки. Ноутбуки с характеристиками не менее таким-то, не менее такой-то памяти, не менее такого-то вида видеокарты, не менее таких-то видов интерфейса, диагонали и так далее. Если вы, например, еще не определились с покупкой. В случае, если с покупкой вы уже определились и уже примерно будете знать, что вы покупаете, вы закладываете четкие характеристики этого актива, потому что если вы просто напишите серверное оборудование, мы точно не будем знать, какое серверное оборудование, вы можете купить его как дешевле, так и дороже, либо стоимость потом будет по факту завышена, то есть здесь нужно обязательно указывать четкие характеристики приобретаемого нефинансового актива, то есть либо виды лицензии, либо четкие характеристики именно какого-то оборудования. К приобретению, очень важно, допускаются только отечественные. Только отечественные и все на этом. Чтобы, так скажем, подтвердить, что оборудование отечественное, нужно предоставить выписку из реестра. Реестр Минцифра – это лицензии, реестр Минпромторга – это какое-то оборудование. В случае, если нет подтверждения, что это оборудование или решение находится в реестре, соответственно, оно не отечественного производства и в смету включено быть не может. Единственное, что покупка лицензий может быть включена без реестра, потому что вы можете дорабатывать решение и в последующем включить ее в реестр. Это у вас будет одно из обязательств. Вот в этом случае – да. Если решение уже включено в реестр, вы здесь просто указываете коммерческое предложение, реестровую запись, обязательно, чтобы мы смогли проверить, что не финансовые активы отечественного производства. Так, здесь также, как я и говорила, что рекомендую планировать смету за счет двух источников, за счет средств гранта, что я софинансирован, за исключением лицензий, и в комментариях указывать не менее трех коммерческих предложений, либо коммерческих предложений, и какой-то ресурс, иной, то есть не менее трех источников, чтобы мы могли оценить стоимость конкретного оборудования, которое вы приобретаете, что оно не по завышенной цене. Это что касается нефинансовых активов. В целом, со сметой я закончила. Попрошу сейчас открыть требования к смете. Коллеги, все, что я, в принципе, рассказывала, за исключением каких-то отдельных моментов, все вот в этом документе есть. То есть как составляется, как планировать, какие расходы куда относить. Если мы откроем самый последний лист этого документа, здесь есть таблица, про которую я говорила. То есть ежемесячная заработная плата в рамках конкретного месяца будет... Это рекомендуемый документ, чтобы вы ничего не изобретали, он вам просто поможет сформировать обоснование стоимости конкретного месяца. То есть здесь указывается должность, сколько человек, по каждому конкретному месяцу его заработная плата. Причем заработная плата плюс-минус каждый месяц должна быть идентичной, потому что в рамках договора, если это следующий год, то в следующем году у вас может, например, вы можете сложить индексацию, но вы точно должны понимать, что трудовые договора нужно нам будет предоставить с новой заработной платой. Вот, здесь, соответственно, заработная плата, в том числе НДФЛ и отдельно страховые взносы. Еще обращаю ваше внимание, при составлении, при формировании заработной платы сходить только из условий трудового договора, потому что не принимаются в рамках выплат заработной платы премии разовые, ежемесячные, ежеквартальные, какие-то компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, социальные выплаты. То есть принимаются только размер заработной платы, который может быть как из оклада, так и из какой-то премиальной части, но эта премиальная часть должна быть постоянной выплатой заработной платы, которая зафиксирована в трудовом договоре, является составной постоянной частью оплаты без указания условий их выплат в измеримом выражении. То есть это может быть какая-то сумма, например, оклад 100 тысяч и какая-то премия или компенсационная выплата 20 тысяч, либо процент от оклада 20%, но это ежемесячная, постоянная заработная плата. Это что касается сметы и основных ее моментов. И у нас остался еще один документ к рассмотрению. Также не менее важный, я думаю, что мы не очень много на него времени потратим. Это документ результата предоставления гранта на реализацию этапа. Он у нас состоит из двух частей, каждую часть рассмотрим по отдельности. Здесь он также предзаполнен для того, чтобы вы понимали, что здесь основное, что дополнительное, что вам самим придется доработать. Таблица 1 – это достижение значений итоговых результатов предоставления гранта по итоговой реализации проекта. Она у нас состоит из пяти основных значений. Внедряемое решение доработано, российское решение внедрено, то, что доработано, внедрено. Российское решение введено в промоэксплуатацию, достигнуто УГТ-9, и российское решение, внедрение которого осуществляется в рамках особо значимого проекта, включено в единый реестр российских программ. Значит, первые четыре показателя должны быть достигнуты по итогам последнего этапа, то есть заканчивается у вас последний этап 31 декабря 2025 года. Значит, на 31 декабря 2021 года все четыре первых показателя должны быть достигнуты. В случае, если решение, внедрение которого осуществляется в реестр, не включено, то, соответственно, оно у вас будет в колонке плановое значение включения срока мониторинга, и устанавливается конкретная дата. Дата – это год после окончания последнего этапа проекта, соответственно, в случае, если решение у вас уже в реестр включено, и вы нам в рамках заявки все основные документы предоставили, то тут у вас будет просто неприменимо, потому что, соответственно, оно уже включено. Это пять основных значений в соответствии с решением ГРБС, которые у вас должны быть достигнуты в соответствии с таблицей 1. Если перейти к таблице 2, здесь у нас появляются промежуточные значения результатов предоставления гранта по итогам каждого этапа проекта и после его завершения. То есть это та таблица, которая у нас пересекается с вами с календарным планом. Вот здесь вот очень внимательно. Для того, чтобы ее составить, нужно будет проанализировать все мероприятия, которые вы заложили в тот или иной этап. То есть по итогам первого этапа у вас есть перечень этих мероприятий. Если при анализе этих мероприятий вы понимаете, что будет достигнут какой-то показатель общий, вы его для себя здесь прописываете. То есть, во-первых, их должно быть не менее трех. Во-вторых, они могут быть нарастающим итогом. Здесь мы вам привели конкретные примеры. Например, количество созданных высокотехнологичных рабочих мест в рамках реализации проекта, на которых решение внедрено. То есть у вас по первому этапу идет предпроектное обследование, соответственно, ничего не будет. По второму этапу идет чисто доработка, но еще внедрение не произошло. По третьему этапу идет та же самая еще доработка. И на четвертом этапе начинается внедрение. На четвертом этапе у вас уже появляются эти высокотехнологичные рабочие места, на которых произведено внедрение. Соответственно, у вас внедрение может происходить как уже начинаться, оно может как после второго этапа, так после третьего, так и после четвертого. И в данном случае оно у вас может быть как на последнем этапе, этот показатель, так и в соответствии с каждыми этапами по чуть-чуть. Напоминаю, это в соответствии с календарным планом и нарастающим итогом. Здесь приведены показатели как образец. Вы при анализе своих отдельных мероприятий каждого этапа, своих бизнес-процессов определяете для себя свои собственные показатели, которые у вас могут быть достигнуты по итогам первого, второго, третьих этапов и так далее. Здесь очень важно провести именно анализ и сопоставить с календарным планом, техническим заданием и вообще той целью, на которую у вас нацелено будет это внедрение. Соответственно, еще раз повторюсь, не менее трех, может быть больше. Здесь вы для себя можете 4,5 указать наиболее значимых для вас каких-то плановых результатов. Обратите, пожалуйста, внимание на последнюю колонку. Плановые значения в течение срока мониторинга. Это год после окончания последнего этапа. Вот у вас всего 4 этапа. Четвертый этап закончился и следующий год у вас идет как год для достижения дополнительных значений этих этапов. У вас, например, 4 этапа произошло, внедрение, соответственно, вы осуществили. Но вы осуществили внедрение, например, только на какой-то части своих бизнес-процессов, которые вы запланировали в рамках проекта. Следующий год у вас идет уже адаптация этого решения и подключение еще дополнительных бизнес-процессов, на которых у вас будет также установлено это решение, которое внедрено. И тут у вас, соответственно, появляются еще дополнительные значения в течение этого года. То есть этот год, он показывает эффективность этого решения, для чего оно вам было нужно, как у вас этот год отработало, как оно оттестировалось, как оно в ваших бизнес-процессах строилось и так далее. То есть поэтому обязательно устанавливаем показатели по итогам каждого этапа проекта и в течение года после окончания последнего этапа проекта. Для того, чтобы вам было легче, так скажем, подтверждать впоследствии достижения этих показателей, мы, соответственно, примеры методики также для вас провели. Можно чуть ниже? То есть если вы увидите, что по первым значениям итоговых результатов предоставления гаранта, тут, в принципе, уже все прописано и как образец здесь и в документе, который не заполненный, там есть образцы подтверждающих документов, что является методикой расчета по каждому показателю. В принципе, тут придумывать ничего не нужно, можно взять за основу и просто адаптировать под себя. Что касается второго пула, так скажем, значения результатов предоставления гаранта, ниже чуть-чуть. Вот здесь к нашим приведенным выше показателям приведена методика расчета как образец. Соответственно, это для вас будет служить образцом, как нужно привести методику в соответствии с вашими показателями, которые вы для себя выберете, как должен здесь производиться расчет. То есть первое, обязательно указываем результат. Второе, обязательно указываем методику расчета, как мы выходили на этот результат. И третье, чуть ниже, там будут у вас указаны подтверждающие документы. То есть та методика, которая выше у вас указана, в каких документах, соответственно, результат будет зафиксирован. В принципе, здесь достаточно подробно расписано, поэтому можете взять за основу и под себя адаптировать. Итак, если резюмируя, то первые показатели, пять обязательных, они у вас в принципе уже прописаны, там ничего не нужно придумать, просто взять за основу. Это те показатели, которые у вас установлены решением в РБС, за исключением включения в реестр, потому что если решение в реестр включено, то там будет стоять неприменимо. И по таблице два, это та таблица, которая у вас синхронизируется с вашими мероприятиями календарного плана и техническим заданием. То есть по итогам какого конкретного этапа календарного плана вы должны для себя определить какие-то показатели, эффекты, на что внедренное решение у вас повлияет и какой эффект впоследствии вам окажет. Это что касается результатов предоставления гранта, у меня в этой части все. Спасибо, Ольга. Коллеги, всем спасибо большое. Мы бы хотели перейти к следующему нашему блоку. Это дискуссия, вопросы, ответы. Стараемся сейчас ответить на все вопросы, которые были у нас в чате. Ольга. Спасибо. Сейчас, сейчас мы будем. Так, а можно я там поближе сяду, потому что я плохо не воротил. Так, у нас какие вопросы? Будет ли доступна запись? Запись будет доступна на нашем лендинге uzp.rfree.ru. Напишите, пожалуйста, адрес электронной почки. Адрес электронной почки uzp.rfree.ru. Адрес электронной почки есть у нас на нашем лендинге uzp.rfree.ru. Да, в том числе в чате ответили. Вчера дата подачи, вчера была дата подачи до 18-го дня. Презентация указывает, какая реальная дата. Итак, коллеги, значит, объясняю. Значит, есть два отбора. Один отбор – это на получение стакуса особо значимого проекта. Прием заявок осуществляется с 5-го сентября по 18-го сентября. И отбор на получение гранта.rfree. Здесь прием заявок осуществляется с 12-го сентября по 20-е октября. В первом случае результатом вашей заявки является включение в перечень проекта uzp. Во втором случае у вас результатом является предоставление или не предоставление гранта. Следующий вопрос. Срок реализации лендинга от 6 до 60 месяцев. На госуслугу срок реализации весь цикл работ по созданию и внедрению заказчика аналога используемого зарубежного решения в течение двух до пяти лет. Какие сроки актуальны? 2-5 лет, 200. Значит, отвечая на вопрос. В соответствии с объявлением, которое регулирует правила проведения отбора airfree на получение гранта, срок реализации проекта от 6 до 60 месяцев. Но я вам хочу сказать, что у нас это второе требование, то что проект должен быть развит на этапы. Этапов должны быть не меньше двух. Один этап у нас от 3 до 9 месяцев. Минимум 3, максимум 9. Соответственно, если два этапа и минимальный срок месяца – это проект реализации из двух этапов по 3 месяца 6 месяцев. Соответственно, от 6 месяцев до 60 месяцев. 60 месяцев – это как раз 5 лет. Следующий вопрос. У меня нет звука. Сколько заявок может отправить на рассмотрение один заявитель? Один заявитель у нас… Один заявитель может направлять несколько заявок, но по разным проектам. По одному проекту подается только одна заявка. Так, дальше. Можно ли получить новое положение о конкурсном отборе? Положение о конкурсном отборе размещается на портале… На портале Promote. Коллеги, это вот как раз мы с вами при переходе с нашего лендинга показывали навигацию. Можем ее показать сейчас еще раз, Сергей. Давайте покажем переход, где наша конкурсная документация. Наша конкурсная документация сейчас в электронном формате, и она размещена на Promote. Показываем… Подаем заявку… На лендинг. Нажимаем на кнопку «Подать заявку». Вот он загрузился в портал, да? Показываем. Идем на номер… Вот. Вот. Вот это и есть наша конкурсная документация. Вот объявление об отборе, его можно в формате PDF даже скачать. Основная информация, да? Вот здесь. Нет, нет, у нас как раз сейчас файлы были открыты. Объявление и протоколы. Объявление и протоколы. Объявление и протоколы. Вот они. Нажимаете на вкладку «Объявление и протоколы». В редакции от 10.09. Да. И смотрите, вот все эти документы есть, и можете скачать, посмотреть. Все доступны. Давай дальше. Так. Правильно понимаем, что можно подать заявку на конкурс только при наличии положительного решения отраслевого комитета по включению перед особо значимым проектом. Без этого решения заявка будет докуменна. Коллеги, здесь ориентируемся на порядок ОЗП. Порядок ОЗП тоже смещен у нас на лендинге. В соответствии с порядком ОЗП определен порядок, что как только состоится решение отраслевого комитета о вытверждении проекта, о согласовании проекта в перечень ОЗП, в АПНО «Цифровая экономика» поступит уведомление о возможности подачи заявки оператору мероподдержки. То есть оператором мероподдержки выступает РФРИД. Поэтому для того, чтобы отправить заявку, нужно получить решение отраслевого комитета или комитета по развитию программного обеспечения. Но формировать заявку в формате черновика вы можете уже начиная с 12 сентября, не дожидаясь этого решения. То есть если вы заявку на проект ОЗП направили, заявка подтверждена цифровой экономикой, что она соответствует требованиям и передана на рассмотрение в индустриальный центр компетенции и дальше в соответствии с порядком ОЗП, вы можете параллельно формировать заявку на конкурсный отбор РФРИД. И уже в тот момент, когда будет решение отраслевого комитета, у вас будет возможность реквизиты этого решения доставить в заявку и нажать на кнопочку «Отправить». Если решения отраслевого комитета по согласованию вашего проекта в перечне ОЗП не будет, такие заявки осматриваться фондом не будут. Можно я дополню ответ по второму вопросу? Значит, коллеги, у нас какая история? В форме заявки у нас есть две отдельные ячейки, которые вы увидите в том числе и в инструкции. Одна, где вам необходимо указать номер ID проекта, это тот идентификационный номер, который вам предоставляется на дашборде, когда вы подаете заявку на включение вас в перечне ОЗП. И вторая ячейка – это указатель реквизиты протокола отраслевого комитета или комитета по развитию программного обеспечения. Но при этом, почему мы начали отбор параллельно? Для того, чтобы у вас было больше времени на формирование конкурсной документации, на формирование вообще самой заявки и приложений к ней. И только на последнем этапе, когда уже будут решения отраслевого комитета или комитета по развитию ОЗП, вам нужно будет только дополнить две ячейки, указать свой ID, который у вас, в принципе, уже будет на момент подачи заявки к нам, и включить реквизиты этого протокола. Все. А так у вас будет больше времени на подготовку самой заявки. Третий вопрос. Кто направляет документы по проекту в отраслевой комитет? Заявитель или ERP? Еще раз, коллеги, два отбора. Один отбор на получение статуса особо значимого проекта. Второй – отбор ERP на получение гранта. Два разных отбора. Но они между собой взаимосвязаны. Грант может претендовать только тот проект, который одобрен отраслевым комитетом, согласован для включения в перечень особо значимых проектов. В первом случае и во втором случае заявку с документами отправляет руководитель проекта. И как с точки зрения получения статуса через дашборд проекционного центра, так и с точки зрения заявки, которая претендует на грант руководитель проекта. Ну, не сколько руководитель проекта, а сколько руководитель организации, юридического лица, который будет подавать заявку. Уполномоченное на подписание. Уполномоченное лицо на подписание такого документа. Я предлагаю как бы еще раз вернуться на наш сайт и показать, где кнопка на подачу заявки на получение статуса УЗП, и где кнопка отдельная на подачу заявки на участие в отборе получателей гранта. Вот эта кнопка у нас подать заявку. Можно вниз прям впустить по шагам. Вот здесь вот у вас подать заявку на предоставление. Первый шаг. Это портал госуслуг, где вы можете получить полную информацию о процедуре того, что такое УЗП, как подается заявка, кем подается, куда подается и что подается. Какими документами. Совершенно верно. Вторая кнопка у вас, это подать заявку на регистрацию в дашборде. Мы более чем уверены, что многие из вас уже подали такую заявку. Третья кнопка у вас. По третьей заявке на включение проекта в перечень УЗП необходимо осуществить этот шаг до 18 сентября. Вам необходимо в случае, когда получится Ивангугин и пароль, войти в дашбор традиционного центра и там уже выложить все необходимые документы в соответствии с порядком формирования перечня особо значимых проектов. Памятка об этом тоже приложена. Как это нужно сделать? После того, как вы уже эти процедуры прошли, можете 12 сентября заходить на портал электронного бюджета promobudget.gov.ru Вот здесь у нас все сведения по отбору есть. Появится кнопка подать заявку и вы можете в формате черновика формировать заявку в соответствии с требованиями, которые описаны в объявлении. Здесь все документы есть. Как это сделать? Мы подготовили к вам инструкцию. Инструкция находится на лендинге. Она вот здесь. И здесь все шаги и действия полностью описаны. Приложены примеры заполнения документов. И, значит, соответственно, вы можете пошли по шагу. Что нужно и как эту заявку оформить и направить к нам? Следующий, давайте, вопрос. Как и когда заявку рассматривает индустриальный центр компетенции? Как и когда заявку рассматривает индустриальный центр компетенции, вы можете прочитать порядки формирования перечни ОЗП на сайте госуслуг. Все информация про работу, что такое индустриальный центр компетенции, как они работают, по каким критериям рассматривают, все есть на портале госуслуг, на страничке, ссылка на которые есть на лейдинге фонда. Дальше. Что будет, если после подачи заявки в World Trade не будет решения в Президиуме прав Комиссии по цифровому развитию? Решение будет по цифровому развитию. Иначе, значит, процедура не будет завершена. Миша, можно опустить? Именно решением в Президиуме прав Комиссии утверждается перечень особо значимых проектов. Соответственно, после утверждения перечня особо значимых проектов будут подводиться итоги отбора в соответствии с решением Президиума прав Комиссии. Да, если проект не будет включен в перечень ОЗП, соответственно, проект склоняется по несоответствию требований. Еще раз, Российский фонд развития информационных технологий ориентируется на решение президиума прав комиссии. В соответствии с решением президиума прав комиссии будет принято решение, какие проекты получатся особо значимо, какие нет. Каков порядок уделения граничных денежных средств? Порядок следующий, то есть после заключения соглашения на специальные счета, открытые в коммерческом банке, будет поступить сумма, предусмотренная соглашением, значит, это часть 50%, которая идет на реализацию проекта в полном объеме. На каком этапе направляется данное решение? На этапе согласования ОЗП или уже на следующем, когда проект включен ОЗП? Решение отраслевого комитета у нас, значит, оно должно состояться до окончания приема заявок к нам в ОРФРИТ. Смотрите, давайте мы проговорим оба срока. Первый срок – это получение решения отраслевого комитета или комитета по развитию ПО. Такое решение комитетами будет принято до 20 октября. Соответственно, на момент подачи заявки у вас уже будет решение о согласовании или одобрении о включении вашего проекта в предложение по включению в перечень ОЗП. Второе решение, о котором мы говорим, это непосредственно уже утверждение президиумом правительственной комиссии перечня ОЗП будет принято перед объявлением победителей. Это значит до 9 декабря. Да. Все эти вопросы, ответы до них есть в порядке о формировании перечня особо значимых проектов, которые размещены на страничке Госуслуг. Доступ у вас к нему есть, вы можете открыть, и там все подробно расписано. Добрый день. Есть ли другие доступные сейчас программы? Возможно, есть, но это вопрос, или это есть вопросы к ОРФРИТу, то есть грантовый процесс у нас только по особо значимым проектам сейчас. На каком этапе должна быть подтверждена возможность софинансирования, должно быть направлено решение на этапе согласования проекта, после того, как проект будет признан ОЗП, на этапе заявки подтверждена возможность софинансирования. На софинансирование, чтобы именно расходовать грантовые средства, если я вопрос поняла, то только после заключения соглашения, когда они уже непосредственно грант будут расходовать. То есть у вас в соглашении будет два счета, счет грантовый и счет средств софинансирования. И когда уже этапы реализации проекта в соответствии с соглашением у вас начнутся, и вы захотите уже грантовые средства в соответствии со сметой тратить, тогда софинансирование будет вождать. Нет, у нас на этапе, ну кроме того, что вот сейчас Ольга нам так инвестировала, у нас на этапе подачи заявки также должны быть подтверждения по возможности софинансирования, которые у нас составляют не менее 50%. В заявке такая информация должна быть представлена, потому что это одно из требований, которые есть в проекту. Коллеги, у нас есть в рамках заявки, заявитель подтверждает, что он соответствует требованным заявке. Значит, если он подтверждает, он берет на себя ответственность, что может соответствовать им требования, а также софинансировать этот проект. Помимо этого, он предоставляет подтверждающие документы. Если это банковская гарантия, то это один определенный перечень гарантии. У нас на промоуте такой перечень представлен. Если это поручительство, то соответствующие документы. Если это собственные средства, то это другой пакет документов. Мы предлагаем вам ознакомиться полностью с тем перечень документов, которые необходимо в данном случае предоставить. Может ли быть получателем гранта юридическое лицо, которое ранее было преобразовано из букв по акционерное общество? У нас требование по юридическому лицу любое российское юридическое лицо, не являющееся государственным учреждением. Если это является акционерное общество, то может. В чем преимущество для якорного заказчика, если продукт развивается разработчиком? Якорный заказчик получает продукт с 50% возмещением затрат на его внедрение, а также получает не исключительную лицензию на решение. Якорный заказчик получает 50%... Якорный заказчик может рассчитывать на компенсацию своих трудозатрат в рамках работ по ОЗП. Якорный заказчик подтверждает 50% софинансирования, а 50% предоставляет фонд. В том числе, значит, на компенсацию трудозатрат. Это, наверное, вопрос к возмещению. Если у вас, например, этап уже начался, условно, вот в этом году, обязательно он в этом году должен, не раньше этого года начаться, то вы какие-то свои денежные средства уже затрачиваете на работу с разработчиком, на покупку или на заработную плату. При заключении соглашения данные работы будут компенсированы, возмещены, так скажем, в случае подтверждения их целевого характера, что они соответствуют студентам. Правильно мы понимаем, что допустимо, если в рамках субсидий предполагается доработка последовательного внедрения решения, которое ранее было внедрено у другого заказчика, например, с меньшей функциональностью. У нас там вроде требования, что не может быть одно и то же решение на финансирование здравственных программ. То есть это одно и то же решение не может быть. Нет, это должно быть новое решение. Нет, в вопросе как раз звучит, предполагается доработка и последовательное решение. Решение, которое уже было ранее сделано. Если это за счет инструкции, да. С меньшей функциональностью предполагается, как я вижу, вопрос, что та функциональность, которая будет доработана и разработана в рамках проекта, новая. То есть она будет изменена. Она будет изменена. У нас есть пять результатов, которые должны быть достигнуты. Решение должно быть доработано, внедрено, введено промышленную эксплуатацию, достигнут уровня технологической готовности 9 и внесено в реестр. То есть по итогам реализации особо значимого проекта должна появиться реестровая запись. При достижении этих результатов, значит, считается, что гранты исполнены полностью. Дальше. При подписании протокола тестирования, кто обязательно должен присутствовать в составе тестирования? Тестирование – это что такое? У вас есть состав рабочей группы, которая непосредственное участие в рамках тестирования, соответственно, принимает. И те люди, которые принимают непосредственное участие, вы их обязуете в соответствии с приказом о создании комиссии, и эти люди у вас, соответственно, будут уже принимать участие в тестировании и подписывать этот протокол. Они же могут входить в состав комиссии. Да, и они должны входить в состав комиссии. Те люди, которых вы обязали проводить тестирование. Объем софинансирования должен быть не менее 50% по каждому этапу в целом или по каждой статье за трат в разрезе этапа? Объем софинансирования должен быть не менее 50% по каждому этапу. По каждой статье у вас где-то может быть 100%, где-то 20% и так далее. Перебалансировка допускается. Когда я вам говорила про смету, я вам рекомендовала каждую статью делить на два источника, чтобы вы избегали рисков несублюдения пропорции софинансирования. Но если вы хотите лицензию, например, приобрести за счет средств софинансирования, потому что так должно быть, а работы оплатить только за счет средств гранта, при этом соблюсти всего по этапу 50 на 50, это допускается. При этом от проекта тоже сумма софинансирования должна составлять не менее 50%. Если продукт уже разработан и активно тиражируется на рынке, при этом его внедрение яхтного заказчика значительно улучшает этот продукт в части доработки новой функциональности, такой проект может быть поддержан или приоритет будет отдаваться совершенно новым продуктам, которые еще не выпущены в массовую продажу. Я думаю, что это больше вопрос к крыслевому комитету и индустриальному центру компетенции с точки выработки приоритетов. У нас таких ограничений нет. У нас таких ограничений нет. Указывается роль или должность. Коллеги, смейте, сейчас мы четко обозначили именно должность, но здесь есть такая история, когда у вас идет переименование должности, и потом идет несоответствие. Для того, чтобы это несоответствие в последующем соблюсти, вы создаете приказ о рабочей группе, где у вас должность по трудовому договору меняется, а должность, соответственно, роль по проекту, так скажем, остается, как и была. Поэтому в данном случае при формировании сметы это у вас будет должность в соответствии с трудовым договором, там, инженер, архитектор и так далее. Причем она может быть указана не полностью, там, архитектор чего-нибудь или инженер чего-нибудь и так далее. То есть вы можете сокращенно указать архитектор, инженер, а по приказу о создании рабочей группы уже эти две сущности, так скажем, должность по проекту и должность по трудовому договору привести к единому. То есть конкретный человек Иванов Иван Иванович, роль по проекту инженер по должностной инструкции по трудовому договору, он инженер чего-нибудь и так далее. То есть не обязательно прям слово в слово прописывать из трудового договора, но мы предполагаем, что роль и должность практически соотносятся, потому что бухгалтер не может быть инженером, или уборщица не может быть архитектором и так далее. То есть это две соотносимые сущности. Мы являемся крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники, более 70% проекта. Планируем внедрение цифрового решения. Подскажите, можем ли мы рендовать на грантовое финансирование, если тиражерность при этом может подтвердиться только на одну организацию? Или обязательно иметь подтверждение заинтересованности внедрения более чем у одного заказчика? Коллеги, приоритеты устанавливает индустриальный центр компетенции, но если внедрение предполагается менее чем у одного заказчика, значит, возможности или выбор именно вашего решения, он менее приоритетен по сравнению с тем, если это решение будет тиражироваться на водоросли или за пределами водоросли. При этом у нас есть, если обратите внимание на страничку госуслуг, там есть перечень индустриальных центров ветросолевых комитетов и, значит, агропромышленный конкурс тоже входит в это число. Планируется ли конкурсный отбор по треку разработка? До конца 2024 года в планах, значит, такого нет. Вопрос пропустили там. Внедрение. Да, какие конкретно виды работ подразвиваются под внедрением? В целом, коллеги, если вы имеете опыт работы на проектах по разработке чего-либо и внедрять, вы понимаете, что это предпроектное обследование, это развертывание инфраструктуры, это установка на РМ или серверное оборудование в экосистеме заказчика программных решений, тестирование, отладка, теория и техподдержка. То есть, зависит от того, в каком виде она осуществляется. То есть, мы видим это так. Если вы видите шире, можете пояснять это в технических требованиях. В идеале, Оля, не знаю, согласится со мной или нет, если сметь в работах будет как-то сколько указано. Да, мы, собственно говоря, это и рекомендуем указывать под каждый вид работ, как я уже говорила, добавлять, сколько относится это к виду разработки и доработки или к внедрению. Тот же ввод в эксплуатацию, тестирование и какие-то иные испытания, это все относится к внедрению, и те виды работ, которые у вас отдельно могут быть осмечены и обозначены по каждому этапу. Коллеги, обращаю ваше внимание, что у нас на лейдере есть инструкции по заполнению заявки. В ней приложены примеры и календарного отлада, и смены. Вы можете со всеми тремя ознакомиться и посмотреть. Дальше идет. Не финансовые активы, предметаемые за счет средств финансирования, тоже должны быть отечественного производства. Коллеги, все, что включаете в смету и будет оплачиваться за счет сметы проекта, без разницы за счет каких источников, все должно быть отечественного производства. Если вы понимаете, что вам нужно закупить какое-то иностранное оборудование, компьютер и так далее, это вне рамок сметы проекта. Добрый день. Сергей, представленный документ в фундаменте про банковскую гарантию. Отъясните, пожалуйста, этот момент. Да, коллеги, сразу скажем напоминалочку, что у нас есть перечень документов, которые необходимо предоставлять при подаче заявки. Эту перечень мы с вами рассматривали сегодня неоднократно. В пункте 26 такого перечня есть как раз описание того, что мы подразумеваем, какой пакет документов необходимо предоставлять при банковской гарантии или, соответственно, при договоре поручительства. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим перечнем, именно с пунктом 26 части банковской гарантии. И в случае, если у вас возникнут вопросы дополнительные к тому, что уже указано в объявлении, то, пожалуйста, пишите нам на почту. Мы вам дадим какую-то более детальную информацию, потому что все достаточно четко и ясно указано в документации по конкурсу. Так, следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что заявку на ЗП может подать разработчик, а заявку на гранд-рэплит подает внедряющая страна? На гранд может подать, значит, у нас проект, еще раз, отбор, который проводит Российский фонд развития информационных технологий, это на внедрение российских решений. И, значит, у нас подает российское юридическое лицо, которое будет внедрять у себя решения, то есть не разработчик, а якорный заказчик. Правильно ли я понимаю, что заявку на ЗП может подать разработчик? Заявку на ОЗП может подать разработчик в соответствии с порядком ОЗП. Ознакомьтесь с ним, при каких условиях подает разработчик. Можем ли подавать на гранд разработчик ПО без якорного заказчика? Кто является получателем гранда? Разработчик или якорный заказчик? Заказчик проекта является получателем гранда. Разработчик у нас не может получить гранд. Правильно ли я понимаю, что лицензии, которые покупает заказчик и разработчик, для внедрения осуществляется только за счет софинансирования? Да, за счет средств гранта лицензии не закупаются. Здравствуйте, эфир, дайте, пожалуйста. Добрый день. Заработниками исключены трудовые договоры, одной части которых является импульс авторского награждения за созданные объекты и диктуальной собственности. Условно, 5000 жилища. Эти расходы какие можно получить в собственные гранды? Коллеги, в рамках оплаты труда вы прописываете конкретный функционал, который они выполняют, делают в рамках мероприятий календарного плана. В рамках мероприятий календарного плана выплата авторского вознаграждения вряд ли будет у вас присутствовать, поэтому такие виды выплат, они не будут обоснованы именно функционалом. То есть, что конкретно человек будет делать, ему заработная плата за то, что делать будет он, соответственно, будет выплачиваться. А то, что он уже сделал авторское вознаграждение, то это нет. И включаются ли эти расходы? Соответственно, если уже это все сделано, то нет. Если тот функционал, который будет осуществляться в рамках календарного плана, за это денежные средства и будут платить. При подаче заявки на УЗП до 18 сентября, когда будет ответ получен о решении на включение в реестр УЗП? Успеем ли мы получить ответ до 20 октября? До 20 октября ответ получить должен был успеть. Если проект уже включен в УЗП и перешел на стадию тиражирования, кто может подавать заявку на гранд? Разработчик и кардозаказчик? Уважаемые коллеги, на сегодняшний день был утвержден Президиум прав комиссии Один перечень УЗП сейчас, второго перечня УЗП еще нет, он появится только в декабре. Можно я дополню? Судя по всему, речь идет уже о проекте УГТ-9, коробочной, которая уже доработана со всех сторон, тиражируется, монетизируется. Зачем вам гранд вопрос на эту историю? Зачем вам арфредит в этой ситуации, если доработки, разработки не ведется? Смотрите, коллеги, сейчас в Минпромторном России разрабатываются меры поддержки, которые направлены на тираж, в том числе на те проекты, которые были реализованы в рамках особо значимых проектов. По линии Минпромторга, как только эта мера поддержки появится, если вам необходимы деньги на тиражирование, на внедрение, вы можете пойти на эту меру поддержки. Да, и плюс хотела бы дополнить, что в рамках нашего конкурсного отбора в 2024 году будут рассматриваться проекты, которые подают заявку на включение в перечень УЗП и претендуют на грантовую поддержку именно в 2024 году. Следующий вопрос. Решение, создаваемое в рамках ОЗП, является ПАК. ПО, используемый входящий состав ПАК, должно быть по итогу проекта внесено в реестр отечественного ПО или ПАК внесен в реестр отечественного оборудования? ПО выносится в реестр Минцифры оборудование в реестр Минпромторга. Здесь такая история, как вы подобное решение будете оформлять в заявке, что будет объектом внедрения. Это будет оборудование или это будет производственное оборудование в цехах на предприятии? Если это будет оборудование, которое будет потом продаваться, то здесь вопрос. Мы внедряем в экосистеме заказчика или просто профинансировали создание продукта, который потом продается. То есть это немножко не в логике конкурса, второй вариант. В логике конкурса автоматизировать и цифровизировать предприятия для того, чтобы оптимизировать их бизнес-процессы, для того, чтобы производственные функции выполнялись качественнее, быстрее и все такое прочее. И создавали срок производительные рабочие места. Сергей, слишком внизу шли, у нас есть еще вопросы. Нет, вопросы. Вопросы. Мы смотрим вкладку вопросов. А все? Да, решение. Это все, это последнее, да? Так, у нас что-то вкладка в чат еще есть? Есть несколько вопросов, да, в чат. Есть несколько, если чат. Слушай, ну здесь больше ста с лишним вопросов. Может быть мы по всем пройдемся? Ну давайте попробуем, да, если не устали, давайте сделаем начало тогда давайте, где там? Самое начало, да? Можно ли получить новое положение конкурсной модели? А вы вставляете уже отвечали? Отвечали, да. Так, на что тогда у нас? Нет звука, нет звука. Нет звука. Звук есть. Был там вопрос один, да? Гранд архит не пройти в заявке без екранного заказчика за собственные средства. В наш городе не пройти в заявке без екранного заказчика за собственные средства. Слушайте, за собственные средства эта вот тема, значит, не является предметом отбора Российского фонда развития на санкционерском. Скажите, у всех старый грандчик листа висит? Как только отстает от звука? Вопрос. Чем грант на разработку отличается от гранта на внедрение? Грант на внедрение предусматривает собой, что есть внедрение, но при этом предусматривается и доработка, и разработка. И второй момент, что грант на разработку выдается разработчику, а грант на внедрение выдается якранному заказчику. Уточнить способ получения гранта, получения средств. Сначала нужно пройти регистрацию и заполнение данных в проекте до 18-го числа в дашборде, а затем заявка автоматически подойдет. Нет, еще раз, это два разных отбора. Один отбор для УЗП, второй для получения гранта. Сначала вы подаете заявку на статус УЗП, потом заявку подаете в РФЛИД для получения гранта. Подать заявку на грант РФЛИД может якранный заказчик. Значит, правильно мы понимаем, что до 18-го сентября необходимо полностью сформировать и подать заявку на получение статуса особо значимого проекта не цифра. Да, правильно, там всего пять документов. Финмодель, форму Минфин и паспорт. Да, вот пять документов, которые есть на портале ГОЗП, все верно. Если проект уже отключен, ГОЗП перешел встать, это мы уже отключали. И это заказчик может рассчитывать, например, это отвечали. Звук пропал, звук пропал. Если проект составал в 23-м году. Нет, у нас за возмещение затрат за 23-й год невозможно. Дальше. Добрый день, коллеги. Где можно прочитать положение к опыскому проекту? Отвечали на это вопрос. Так, есть ли преференция для МТК при отборе перешения ГОЗП? Значит, по МТК, проекты, которые соответствуют требованиям МТК, после заключения соглашения о грамоте финансирования, автоматически включаются в перешение МТК без проведения платной экспертизы. Вот такую преференцию получают компании, которые проходят у нас отбор. Так, а какова возможна доля госучастия компаний для участников и разработчиков? У нас могут принимать любые юридические лица за заключение государства, муниципальных учреждений. Дальше. Можно ли менять какие-то параметры проекта после того, как проект утвержден в ФИЛИЧНОЗП перед подачей наградок? Если это ключевые параметры проекта, то нельзя. Ключевые параметры, и вы можете прочитать их в конкурсной документации. Требования к тиражированию, коммерциализации, разработке и требования к участию проекта. Требования к коммерциализации – это требования к проекту по разработчику. Во внедрении такого требования нет. Может быть случай, что ФИЦК внесет проект в перечень ОЗП, а от правительственной комиссии придет отказ. Может быть все, что угодно. Давайте дальше. Можно ли увидеть опубликованную перечень ОЗП, так как есть ли требования и отсутствие аналогичных решений в текущем перечне ОЗП? Коллеги, перечень ОЗП утверждает президиум прав комиссии по справному развитию. В декабре? Да, в декабре. Можно ли будет увидеть это, скорее всего, к правительству вопрос, а не к проекту? Дальше. Можно ли предоставить текст документов о подтверждении заинтересованности, а то позднее, как у всех крупных компаний, длинные, корпоративные процедуры, такие документы сложно получить быстро и куда. Для подготовки заявки на получение гранта AirFeed у вас 38 календарных дней. Это более чем достаточно, чтобы получить любые документы. Тем более, что перечень у нас не заоблачен. Добрый день, подскажите, пожалуйста, как возможно, чтобы дата начала реализации проекта была не ранней подачи заявки, если УВТ должно быть ниже 5, ведь продукт должен еще дорасти до 5. Если ваш продукт не дорос до уровня технологической готовности технологии 5, вы не можете подавать нам заявку. Дальше. Если шаблон письма о намерениях равномерениях, все их письма в инструкции, посмотрите, там все есть. Добрый день, спасибо большое за вебинар. Подскажите, пожалуйста, каким образом просчитать базовые цифры? Что касается... Возможно, это в контексте тиражирования и экспортного потенциала. То есть вы можете обратиться к экономисту, из открытых источников взять данные, какой запрос существует на подобное ПО. Бывают отчеты международные, бывают российские отчеты. Интерполировать примерно это на свой программный продукт, на свою отрасль и вывести некоторые цифры. Это что касается других стран. Если вы защищаете проект УЦК, то всего скорее у вас уже налажены некие отношения с компаниями подобного профиля с вашим. И вам не составит труда запросить письма о заинтересованности в этом программном продукте, если УЦК его поддержала. Соответственно, компания, входящая в УЦК и его радиус в курсе о том, что этот проект важный, нужно за вас все проголосовать. Добрый день. Могут ли несколько крупных заказчиков на одно решение разработчиков с адаптацией под свое производство? Коллеги, грантополучателем может быть только одно юридическое лицо. Дальше. В форме таблицы ПО в обхватках персонал, продукт с отратой расходной информации проводится только для крупных заказчиков или для разработчиков. Дальше. Дальше. Могут ли быть признаны ОЗП решения, являющиеся рядовыми и новыми, а не заменяющие ушедшие иностранные решения? Посмотрите определение. У нас определение либо для импортозамещения, либо решение направлено на ускоренное развитие IT в отрасли. Добрый день. В рамках проекта может дорабатываться и внедряться ПАК. Может дорабатываться и внедряться ПАК. Заяху подает заказчик. План тиражерный должен подготовить также заказчик по своим предприятиям, на чье имя должно быть написано письмо о потребности. У нас образцы писем, приложены конкурсной документации на промоуте. Там есть и правильные формулировки, и указано, кто и на чье имя должен подписывать такие обязательства. Знакомьтесь, пожалуйста. В случае, если возникнут вопросы, пишите нам. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую выгоду получает я, кроме заказчика? Заказчик подает деньги, полностью несет ответственность за выписанную организацию проекта, разработчикам. У меня нет возможности иметь собственности ПО. Можете подробно рассказать про мотивацию участия в программе. Я уже рассказывал. Давайте дальше. Добрый день. Может ли подаваться на УЗП разработчик без яхронного заказчика? Коллеги, разработчик подаваться может, но условия подачи из заявки разработчиков описаны в порядке УЗП. Ознакомьтесь с ним. Там есть ответы. Нет, нет. Разработчик без яхронного заказчика подаваться не может. А, без яхронного заказчика? Подает заявку участникам отбора Airfree может быть только заказчик проекта. Хорошо. Как правило, разработка плана испытания действительно является частью проекта. Обязательно его утверждение на старте проекта. В данном случае вы разрабатываете планы испытания тестирования для всего решения. А в рамках отдельных этапов у вас план тестирования отдельных разработанных частей и так далее. Поэтому план испытаний тестирования, насколько я понимаю, он является на верхнем уровне тестезейстика. Да, вы в техническом задании. Если делаете мне по ГОСТу, то знаете, что есть пункт условия тестирования, вводов в промышленную эксплуатацию, все условия для проведения испытаний. Вы можете описать детализированно на основе локальных актов заказчика, как проводятся испытания в целом, но детализировать это можете в частных технических заданиях и прописать это, разбить по этапам. Когда что вы внедряете, что вы тестируете и так далее. Так, добрый день. Разработчиком ПО может быть государственная организация. У нас, в принципе, по форме юридического лица в части разработчиков требований нет, но у нас есть требования по расходам, которые... Да, по теме. Да, есть требования к разработчикам, с которыми следует ознакомиться. И в том числе требования к составлению смети, о том, что Ольга говорила, что на государственной организации могут расходы на заработную плату быть только не более 50%. На заработки на услуги. На услуги. Не более 50%. Да. Так, следующий вопрос, Ольга. По инфа, серверам, впрочем, нужны конкретные артикулы и названия? Смотрите, когда вы зашиваете инфа и сервера, какое-то оборудование, вы уже точно знаете, для чего оно вам нужно, и покупаете. Поэтому вы пишете название и его технические характеристики. Артикулы не обязательно. Вы можете, добавлю, напомню, коллегу. Был кейс, когда были прописаны досконально артикулы, но не был учтен момент, то, что производитель, который внесен в том числе в реестр Минфронторга, меняет периодически свои артикулы по своим внутренним, опять же, локальным распорядкам и не обязанных сохранять те артикулы после изменения его конфигурации, ввиду того, что в следующем поколении процессоры вышло, материнская плаца с другим чипсетом, другой объем памяти и так далее, и так далее. Поэтому лучше пишите характеристики без артикулов. Потому что завтра, послезавтра этот разработчик-производитель изменит артикул, и вам придется доп. соглашение заключать на изменения во всех документах, очень объемный труд совершать, чтобы все везде поправить, во всех тех заданиях, во всех календарных планах и так далее. Коллеги, вот следующие два вопроса. Правильно ли я понимаю, что весь пакет документов, который обсуждаем, должен быть подготовлен к 18 сентября, и все это очень интересно, но я так и не понял, это вебинар для заказчиков или разработчиков, кто заявку пишет на ОЗП-решение, кто в РФИ. Давайте еще раз повторим, чтобы у нас было понимание, что у нас заявка до 18 сентября подается заявка на включение в перечень ОЗП, и у вас есть возможность, которую мы запараллелили, в течение 38 календарных дней последующих, начиная с завтрашнего дня, формировать заявку на подачу на получение гранта. На получение гранта заявку подает заказчик. Так, дальше. Следующий вопрос. Может ли заказчик осуществлять решение у апеллированных лиц или только у себя? Я так предполагаю, что это площадка внедрения. Плачаток внедрения может быть несколько. Дальше. Значит, софинансирование может предоставлять только заказчик или разработчик тоже. Соглашение о предоставлении гранта заключается между фондом и грантополучателем. Грантополучателем у нас является заказчик. Поэтому софинансирование предоставляет заказчик. Дальше. За 2024 год ЗПУ и ДРР расходы для возмещения включить смету можно? Да, можно. Если у вас этап, например, начинается с 1 июня и в конце декабря у вас он закончится. Вот эти расходы при подтверждении их целевыми возможно впоследствии возместить. Коллеги, первый этап получения УЗП разработчикам. Коллеги, еще раз. Подать заявку на отбор Airfreed может только заказчик. Подождите, подождите, читаем этот вопрос. Дальше. Почему вы проводите презентацию с последнего этапа подачи заявки в Airfreed и еще с такими нюансами? Среди всех участников сегодняшнего вебинара все уже получили ОЗП. Коллеги, ну опять мы возвращаемся к предыдущему вопросу. Значит, подать на ОЗП вы можете до 18 сентября. Ну и исключительно ради того, чтобы у вас было больше времени на подготовку качественной заявки и приложений к ней, есть возможность уже начать формировать ее с завтрашнего дня. Для тех, кто уже подал заявку на включение в перечень УЗП, прием наших заявок будет до 20 октября. Откуда вы взяли, что статус УЗП по проекту внедрения получает разработчик? Скажите, я задаю следующий вопрос. Коллеги, вопрос. При подаче проекта в перечень УЗП, кстати, Д2 на 17 сентября, мы тоже разрабатываем проектную документацию. Скажите, пожалуйста, может ли документация отличаться? Коллеги, у нас есть требование, что портфель проекта мы будем сравнивать с заявкой, которая поступает в Российский фонд развития информационной технологии. И ключевые параметры заявки должны биться соответственно тем параметрам, которые вы подаете в УЗП. Если у вас в паспорте проекта будет указана сумма гранта 100 миллионов, а в нашей заявке будет 150 миллионов, то такая заявка… Такого, да, такого отличия в принципе не может быть, потому что в рамках нашей конкурсной документации вы к заявке прилагаете именно выгруженные из дашборда ваши материалы, которые в портфеле приложены. Значит, для нас вам не нужно будет разрабатывать заново весь портфель, а просто нужно будет его скачать из дашборда и приложить к нашей заявке. Дальше. Может ли быть привлечен в рабочую группу проекта работники? Да, мы уже про это поговорили, да? Да, работники, заказчик, соответственно… О, вот, дочернего общества. А, дальше пишут дочернего общества. Про дочернего общества нет, соответственно, статья «Заработная плата» – это только работники заказчиков по трудовому договору. С дочерним обществом трудового договора не заключаются, соответственно, нет. А откуда мы взяли, что статья «Заработная плата» – это уже так. Включаются ли затраты на разработчиков СМЕТУ, если разработкой будет заниматься правообладательным? Нет, не включаются. В СМЕТУ включаются только расходы заказчика, получателя гранта, площадки внедрения, то та компания, где будет непосредственно осуществляться внедрение. Запись будет размещена на… Включать финансы? Или сюда. Вот. Обязательно получить коммерческие предложения от стороной программинации, в том числе правообладательного. Коллеги, по коммерческим предложениям, как я и говорила, то есть в отношении того, чье решение вы выбрали, вы должны дать четкое обоснование. Либо вы пишете в комментариях в СМЕТе, даете развернутый ответ, почему конкретное ПО и конкретный разработчик, почему оно подходит только вам и нет на рынке другого, либо вы даете три коммерческих предложения с идентичным программным обеспечением, из которых все три к вам подходят, но вы берете, например, самое бюджетное, так скажем, и внедряете. Либо даете обоснование, почему конкретно. Поэтому может быть одно коммерческое предложение, но с развернутым ответом, почему именно это. Какое соотношение расходов на доработку внедрения решений в рамках следующего отбора и следующее внедрение с финансированием 80, это равно 50. Это будет один ответ. Да, это ответ. 80 на 50, это в соответствии со СМЕТой, там четко прописаны все пропорции, там вы сможете их увидеть. Еще раз, давай подпишем. На сфинансирование у нас идет не менее 50%. Значит, затраты на внедрение до 20% у нас, доработка-доработка до 80%. Да, все правильно. Есть ли разные интеграторы по разным программным продуктам? У нас нет интеграторов. Дальше. Можно ли разработчику заключать договор с колдингом через ее внутреннего интегратора? У нас есть возможность у разработчика заключать соглашение с подрядчиком, но есть ограничения. Есть ограничения в 20%. То есть разработчик может привлекать для себя подрядчиков, сторонней организации, но в рамках 20% от стоимости полученной от получателя брендов. Услуги по сфинансированию должны быть отрошены в КП. В комментарном плане? Коммерческое предложение? А коммерческое предложение? Нет, не должно быть. Дальше. Если заявка на грант подает якорный заказчик, а тиражирование будет заниматься не якорным заказчиком, а правоподателем, то план тиражирования будет нулевым или нужно получать данные от разработчика? Я думаю, что это вопрос не этот к коллегам из Минцифры. В нашем случае мы не требуем, значит, требования по плану тиражирования, это тот портфель проект, который вы представляете в индустриальный центр компетенции. Наша задача, чтобы сверить ключевые параметры. Но мы готовы ваш вопрос передать ему цифру, чтобы ответить на него. Так, все, кому предоставляется якорному заказчику. Прошу уточнить, какие затраты принимаются за счет собственный след. Коллеги, слушайте, ну еще раз, смотрите наши документы и конкурсные документации. Там все об этом написано. Десять раз, мы тоже повторять не будем. Коллеги, по предыдущему вопросу. Правильно понимаешь, что понятие? Можно, да? По предыдущему вопросу по поводу плана тиражирования. У нас, в принципе, в перечне документов есть также образец обязательства, который предоставляется разработчикам по дальнейшему внедрению и тиражированию решения. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с конкурсной документацией. И в случае, если все-таки вопрос ваш будет не снят, можете написать нам на наш электронный адрес. Мы попробуем отработать его в том числе и с мессивно. Так, следующий, да? Да. Правильно мы понимаем, что понятие интегратора не используется. Только разработчик. Да, правильно. Сколько может участвовать разработчик в проекте? Может ли у заказчика быть исполнитель какой-то контрагент заказчика, не разработчик или не исполнитель? Коллеги, у заказчика может быть один или более разработчиков, но разработчик и заказчика не должны быть и ровными лицами. Правильно, закончили. То есть, в паспорте проект указано, что у нас закончили, да? У нас время, да. Мы в 17.00. Коллеги, к сожалению, у нас 17.00. Завершается. Мы предложили завершить. Я не знаю. Вопросы, вижу, остались. Мы вопросы все посмотрим. Значит, кому мы не спели ответить, напишите свои вопросы на почту www.sobahaairfree.ru И мы на ваши вопросы дадим вам ответы. Постараемся это сделать максимально оперативно. Всем огромное спасибо за участие в вебинарах. И мы будем очень рады вашим проектам в нашем отборе. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо.